Перевод Фагюмпер, всем привет, те кто хочет прочитать текстовую часть в сносном переводе, переходите на мой баст и там перевод с 543 главы до нее еще более-менее перевод в интернете есть на баст и перевод будет выходить раньше чем озвучка, начинаем, с, также можете поддержать донатом, также можете писать в донате что озвучить буду признателен, глава 543, церемония приветствия была очевидна, что Фред и Джордж не собирались всем об этом рассказывать, Фред, Джордж, вы идете на турнир волшебников? Гарри спрашивал, я все еще хочу участвовать, конечно, я хочу, я спросил профессора Макганагал о том, как выбираются кандидаты, но она мне не сказала, Джордж возмущенно сказал, она только что сказала мне держать рот на замке и сосредоточиться на трансформации енота, я не знал, что у Хули есть проекты, Рон сказал задумчиво, держу пари, что мы тоже сможем это сделать, мы делали так много опасных вещей раньше, Рон последовал за Гарри на первом курсе, чтобы победить Волан Димарта, а на втором курсе он сражался с Василиском в тайной комнате, он также принимал участие в спасении Сириуса в первой половине прошлого года и в последнюю минуту одержал победу над Петром Педигрю, во второй половине семестра он отправился с группой в племя кентавров в запретном лесу, чтобы исследовать философские камни, оставленные Гриффиндером, что из этого было более опасно, чем первые три, И несколько человек действительно имели опыт в этой области, да, это действительно потрясающе, но вы, ребята, делаете все это не для судей, не так ли, Фред сказал Профессор Макганагалл сказала, что судьи будут оценивать бойцов по качеству выполненных ими заданий, кто судьи? Гарри спрашивал, я не знаю, судьи будут чиновники из Министерства магии, Иван сказал, услышав слова Ивана, несколько других людей повернули голову и посмотрели на него с большим удивлением, это же очевидно, не так ли? Иван объяснил, Министерство магии редко планировало события такого масштаба, не было никакой возможности, чтобы оно не вышло, думаю, одним из судей был бы мистер Крауч или Фатш, министр магии, так и есть Перси, должно быть, знал, но он отказался нам что-нибудь рассказать, да, я правда хочу знать, кто еще будет судьей, директора школ участников, все трое должны быть в жюри, Гермиона последовала этому примеру, на этот раз все повернулись к ней, разве ты не читаешь книги? Гермиона объяснила В книге говорилось, что в 1792 году, чемпионы, которые собирались поймать коктейльное чудовище, оно вышло из-под контроля и разбушевалось, и все три чемпиона были ранены Гермиона вытащила из сумки толстую копию Хагвартс, история школы и перелеснула на среднюю страницу, это написано здесь, я помню этот абзац Обычно эта книга у тебя всегда с собой? Гарри спросил Хагвартс и школьная история, казались Гермионе очень легкими, я прочитала это снова, потому что недавно мне пришлось поискать немного информации Там много важной исторической информации, Гермиона сказала Конечно, книга не совсем надежная, я думаю, что лучше было бы назвать это пересмотренная история Хагвартской школы или предвзятая и селективная история Хагвартса, где темная сторона школы скрыта О чем ты говоришь? Рон спросил в замешательстве, остальные были в таком же замешательстве, но все вскоре поняли, что она собиралась сказать дальше Это был домашний эльф, домашний эльф, глаза Гермионы горели и сверкали В тысячестраничной книге Хагвартс «История школы» мы не упоминаем о том, что у нас сотни рабов Несколько человек молчаливо смотрели на свои тарелки Фред и Джордж, похоже, очень заинтересовались своим беконом Они были единственными, кто отказался платить за значок SPEW Чтобы не говорила Гермиона, они были равнодушны В конце завтрака Гермиона все еще мучилась, чтобы рассказать Ивану о текущем прогрессе в продвижении прав эльфов В общем, в этот день в воздухе была радость предвкушения В классе никто не обращал внимания на лекцию Все предполагали, что сегодня вечером приедут люди из Шармбатона и Дормстранга Даже занятия зельями и прорицаниями не были такими сложными, как обычно Так как им приходилось приходить на занятия на полчаса раньше Когда колокол зазвонил, Иван с Колином и Джинни прибыли на Гриффиндерскую башню Они нашли Гарри, Рона, Гермиону и других молодых волшебников, которые уже вернулись Все вместе в плащах, они спустились по лестнице и направились в фойе К этому моменту деканы факультетов приказывали студентам выстраиваться в очередь Уизли, надень шляпу, Керри, надень рубашку под штаны Профессор Макганагал сурово сказал Рону А вы, мисс Петти, уберите эту нелепую прическу И все Петти нахмурилась и убрала с верхушки головы большую диадему с бабочкой Хорошо, следуйте за мной, пожалуйста Профессор Макганагал сказала Первогодки впереди, так что не налегайте на них Все сбежали вниз по лестнице и выстроились перед замком Это была ночь, когда воздух был чистым и холодным, а над запретным лесом висела белая полупрозрачная луна Лунный свет был необычайно ярким и переплетался с замком, создавая красивую и мечтательную картину Вся школа стояла за воротами, пока призраки медленно дрейфовали над всеми Иван, Колин и Джинни стояли в третьем ряду после остальных За ними следовали Гарри, Рон и Гермиона Он видел брата Колина, Денниса, стоящего впереди с другими первыми годами, трясущегося от волнения Уже почти шесть часов Рон посмотрел на подъездную дорожку, ведущую к входной двери, и понизил голос Они что, приедут на поезде? Я так не думаю, Гермиона сказала Поезд Хагвартс из Лондона Они ни за что не поедут оттуда Прилетят на метлах Гарри догадался, глядя на звезды Колин услышал его и пытался подняться Они бы так не поступили, с такого расстояния Может, портключи? Рон продолжал гадать Или, может быть, это аппарирование Может быть, кто-то младше 17 лет могли бы появиться в сопровождении Рон, сколько раз я тебе говорила, что на территории Хагвартса нельзя аппарировать Гермиона сказала нетерпеливо Молодые волшебники с восторгом смотрели на площадку Когда небо потемнело, движения все еще не было вообще Все было мирно и спокойно, и мир не был исключением Толпа шумела от неконтролируемых препирательств И все были холодны и голодны Точно так же, как все собирались смириться с этим Дамбулдор, стоявший в заднем ряду с другими учителями, вдруг закричал А, если я не ошибаюсь, прибывают представитель Шармбатона Где? Многие студенты с энтузиазмом спрашивали, глядя в разные стороны Там шестикурсник закричал, указывая на запретный лес Гигантское чудовище было намного больше, чем летающая метла или сотня летающих метл В серебристом лунном свете можно было увидеть, как он быстро переплетается по глубокому голубому небу, устремляясь к замку, постепенно становясь все больше и больше Глава 544 Шармбатон Боже, что это? Это дракон Первокурсник закричал от волнения Не говори глупостей, там летит дом Сказал Деннис Его догадка, вероятно, была ближе, но точнее было сказать, что это была карета Когда Иван посетил Шармбатон, он увидел этих существ Они были похожи по размеру на слонов Тело из белого золота с красивой серебряной эмалью и красными глазами Обычно он находится в окружении рек в лесу возле школы Шармбатон Это редкое и волшебное животное Известно, что лошадь является одной из ветвей вымершего фантастического вида Пегасус Это гибрид Пегаса и Юмы Вероятно, из-за гибрида лошади имеют низкую рождаемость и медленный цикл роста Священный конь имеет обширную диету и очень деликатен Он требователен к кормам и не будет есть обычную еду Как только о них будут плохо заботиться, они умрут Кто-то однажды подсчитал, что годовая стоимость лошади приблизительно равна стоимости 100 семей волшебников Наверное, только такие парни, как Николас Фламиль, который создавал золото из каменей, могли позволить себе купить столько волшебных лошадей Конечно, преимущества владения волшебной лошадью также были очень очевидны Знаете, лошади, наверное, самое близкое волшебное животное к Пегасу Во многих легендах в священной писаниях Пегас был вершиной богов и имел большое значение Благодаря различным характеристикам Пегас использовался как опора в древние времена, когда еще существовали чародей Позднее, из-за чрезмерного захвата, разрушения окружающей среды и других причин, Пегас постепенно исчез Теперь все юные волшебники подняли головы Удивившись, там был темный гигант над вершиной запретного леса А когда он был освещен огнями из окон замка, то обнаружилось, что это к ним летит огромная порошково-синяя повозка Она был размером с дом, имел 12 крыльев Я правильно понял? Семикурсник прищурился и воскликнул На самом деле это летающая лошадь Это волшебное животное, которое вымерло тысячи лет назад Я видел это в книгах Он был так взволнован, что его голос дрожал Услышав его слова, юные волшебники вокруг него смотрели на огромную карету с недоверчивостью Карета зависла над замком Хагварцы, казалось, выпендривалась Через несколько десятков секунд карета опустилась ниже и приземлялась с очень высокой скоростью Студенты, стоявшие в первых трех рядах, поспешили отступить и столпились близко друг к другу, чтобы освободить место для огромной кареты Потом был просто громкий взрыв, и одна за другой подковой постучали по земле В мгновение ока карета также приземлилась на землю, дребезжа на своих огромных колесах Тем временем, золотой предводитель лошадей покачал своей огромной головой, его большие красные глаза прикрылись Дверь медленно открылась, и из кареты выскочил мальчик в школьном халате с капюшоном Он наклонился и шатался, затем открыл золотую спираль Мальчик прыгал туда-сюда, а потом все увидели пару блестящих черных высоких каблуков, торчащих из кареты Это была миссис Максим, и ее туфли были размером с маленькие детские сани Все в Хагвартсе были ошеломлены, они никогда в жизни не видели такой большой женщины Несколько человек даже сделали холодный вдох Для них леди Максим была почти такого же роста, как Хагрид Но, наверное, потому, что все привыкли к Хагриду, так что она выглядела еще более странно В этот момент мадам Максим подошла к подножию ступенек и повернулась, чтобы посмотреть на толпу, ожидавшую ее впереди Когда она вышла из кареты на свет, все заметили, что у нее красивое оливковидное лицо, темные, слезящиеся глаза и заостренный нос И что ее волосы были причесаны за головой, образуя блестящую булочку у основания шеи Она носила черное платье из кованого железа с головы до ног, и многие драгоценные опалы блестели вокруг шеи и на ее пальцах Как только юные волшебники уставились на нее, Дамбулдор начал аплодировать Вскоре студенты хлопали в ответ, многие из них стояли на цыпочках, чтобы получше рассмотреть леди Максим Ее лицо расслабилось и расцвело в грациозной улыбке, когда она протянула свою сияющую руку и направилась к Дамбулдору Хотя Дамбулдор тоже был высоким, он едва согнулся, когда поцеловать руку Моя дорогая леди Максим, он сказал с улыбкой, добро пожаловать в Хагвартс, Дамбулдор Миссис Максим прошептала в ответ, я не видела тебя несколько месяцев, я кое-что слышала Надеюсь, все в порядке, все хорошо, спасибо, Дамбулдор сказал Это мои ученики, леди Максим кивнула В это время все, казалось, заметили, что около 12 или 13 студентов мужского и женского пола вышли из экипажа В данный момент они стояли позади Мадам Максим в огромной тени, которую она бросила По внешнему виду им было около 18 или 19 лет, и каждый из них немного дрожал Это неудивительно, ведь мантили, которые они носили, казалось, были сделаны из тонкого шилка Кроме того, никто не был одет в плащ, и большинство девушек заворачивали головы в шарфы или тюрбаны Только Габриэль этого не делала, ее маленькая голова смотрела вокруг с волнением, когда Флёр шептал рядом с ней на французском Как только она вышла из повозки, Иван умолк Парень казался слишком взволнованным, чтобы обратиться к сдержанной девушке Иван слышал, как многие парни вокруг него говорили, что Габриэль прекрасна Несмотря на то, что она еще не дозрела, в ней было достаточно крови вейлы, чтобы привлечь мужское внимание Если бы Флёр рядом с ней опустила шарф с лица, это, вероятно, вызвало бы шумиху в Хагвартсе Глаза Габриэль мерцали над толпой, а потом она увидела Ивана Лицо девушки растянулось в ангельской улыбке, и она помахала ему Все молодые волшебники Хагвартса повернули голову, и Иван вдруг оказался в центре внимания Всем было очень любопытно, как он узнал эту француженку Другие студенты Шармбатон также смотрели на Ивана с ясным выражением осторожности и отвращения на лице Глава 545 Дормстрант Габриэль, кажется, хотела прийти и сказать Ивану пару слов Однако Флёр крепко держала ее маленькую руку, и она не могла ее вытащить Она могла помахать Ивану только другой рукой Только когда Иван помахал рукой, она была удовлетворена Сразу же все студенты Хагвартса уставились на нее, и ее лицо покраснело Девушке явно было стыдно Она так обрадовалась, увидев Ивана, что забыла, что здесь так много людей Кто эта француженка, машущая Ивану? Не знаю, но она симпатичная Многие мальчики уставились на Габриэль, казалось бы, мгновенно увлекшись ею К счастью, Габриэль была еще молода и в ней не было много магии Все просто думали, что эта маленькая девочка красивая и симпатичная И у них было необъяснимое чувство близости, которым они не могли не очароваться Сразу больше людей заметили выражения на лицах других учеников, особенно мальчиков, когда они смотрели на Ивана один за другим Отвращение на их лицах, казалось, держало в себе большую ненависть Юные волшебники шептали Хотя никто не знал, что Иван сделала в Шармбатоне в конце прошлого семестра Неудивительно, что он вдруг оказался в центре внимания Он привык к этому за последние два года Казалось, что это было бы ненормально, если бы это было не так Что касается Ивана, у него не было времени думать о том, что думают другие Он даже не посмотрел на эту группу автобусных студентов, которые не отнеслись к нему доброжелательно Он поздоровался с Габриэль и только что опустил руку, когда Гермиона внезапно подошла к его уху Кто она? Она спросила низким голосом Габриэль Делакур Гермиона кивнула Она знала, что у Иван был такой друг, который посылал письма несколько раз в неделю В то время они даже обсуждали разницу между французской совой и английской Иван подождал минуту Гермиона не продолжила говорить и он не знал, о чем она думает Он с удивлением оглянулся на Гермиону, ожидая, что она продолжит спрашивать Гермиона сейчас была тихой, как котенок, но в ее глазах был намек на гордость Иван повернул голову, втайне благодарный за то, что это был знак Габриэль Небольшая суматоха перед замком прошла без упоминания, так как разговор Дамбулдера с леди Максим продолжился в фойе Последний раз я была в Хагвартсе более 40 лет назад Выглядит так красиво Двери Хагвартса всегда открыты для тебя и твоих учеников, чтобы приходить, когда захочешь Дамбулдер сказал с улыбкой Да, в прошлом школы волшебников общались друг с другом Это была хорошая традиция Надеюсь, мы сможем ее оживить Леди Максим продолжила Вы знаете, общий стандарт европейского сообщества волшебников может быть значительно снижен во многих местах с момента появления турнира Первые три турнира – хорошее начало Дамбулдер сказал, несколько указующе Да, Каркаров придет? Леди Максим кивнула Он будет здесь с минуты на минуту Дамбулдер сказал Вы бы предпочли встретиться с ним здесь, или пойти или погреться Все еще тепло, миссис Максим сказала Но эти лошади, не волнуйтесь, наш преподаватель, который защищает волшебных существ, будет счастлив позаботиться о них Дамбулдер сказал Он вернулся после того, как позаботиться о небольшом беспорядке Это его, ну у него есть кое-какие дела Было ясно, что хаос нарастает по мере того, как все больше и больше улиток пытаются выбежать из коробки, а Хагриду приходится ловить убегающих улиток Теперь они пытались выбежать из коробки, и Хагриду приходилось ловить их Моей лошади нужно много людей, чтобы хорошо о ней заботиться Госпожа Максим сказала Не сомневаясь в том, что магический учитель биологии в Хагвартсе справится с этой задачей Знаешь, они очень темпераментные Очень Уверяю вас, Хагрид вполне способен на эту работу Дамбулдер сказал с улыбкой Очень хорошо Леди Максим сказала с легким поклоном А еще, можешь сказать этому Хагриду, что эти лошади пьют только саладовые виски Я позабочусь об этом, Дамбулдер сказал Начнем Леди Максим величественно сказала студентам Студенты Хагвартса повернули назад, и толпа открыла проход для нее и ее учеников, чтобы они могли подняться по каменной лестнице Как только все шармбатонцы оказались внутри, разговор перешел к Дормстрангу Как думаешь, насколько большой будет лошадь Дормстранга? Симур Фенниган наклонился и сказал Не знаю, но если они больше этих лошадей, боюсь, даже Хагрид не справится Сказал Гарри Если бы его не укусила жареная хвостовая улитка Я не знаю, как они вышли Что за беспорядок? Наверное, сбежали Рон сказал с надеждой Не говори так, Гермиона сказала немедленно Подумай, эти ребята ползают по земле Не волнуйся, Хагрид позаботится об этом А в Дормстранге не всегда есть лошади Иван сказал Низким голосом он объяснял окружающим Откуда пришли гиганты Насколько они редкие и сколько стоит их воспитать Молодые волшебники снова были шокированы Они всегда считали этих лошадей легендарным пегасом Все стояли и ждали прибытия делегации из Дормстранга Прошло больше 20 минут, и все немного дрожали Большинство людей смотрели на небо с открытыми глазами Какое-то время была тишина Температура была слишком низкая из-за длительного периода времени Всем было уже неинтересно разговаривать Все, что можно было услышать Это храп гигантской лошади леди Максим и стук копыт Внезапно Колин спросил Ребята, вы что-нибудь слышали? После этого Иван тоже услышал очень громкий и странный звук, плывущий из темноты Это был гнетущий грохот и сосущий звук, как гигантский пылесос, движущийся по руслу реки Это в озере, Джордан Ли кричал, указывая на озеро Посмотри в озеро Они стояли на лужайке и отчетливо видели спокойную черную воду Вода вдруг перестала быть спокойной В середине озера появился огромный всплеск Волны устремились к мокрому берегу А затем, в середине озера, появился большой водоворот Как будто из дна озера внезапно вытащили огромную пробку Длинный черный предмет, похожий на столб, медленно поднимался Из водоворота, за ним следовал парусный такелаж Глава 546 Что это? Это мачта, большой корабль Перед толпой, большой корабль медленно и гордо поднимался Из воды, сверкая в лунном свете Это выглядело очень странно, как будто это тот самый корабль, который только что затонул Иллюминатор светился тусклым, туманным зеленым светом, похожим на призрачный глаз Наконец, с брызгами, большой корабль полностью всплыл на поверхность Он затаился над волнистой водой и стал плыть к берегу озера Через некоторое время на мелководье бросили железный якорь Потом, с еще одним глухим звуком, на берегу озера скинули деревянную доску Один за другим люди в лодке выходили на берег, и их можно было видеть сквозь свет иллюминатора Это было потрясающе Я не думал, что у Дормстранга будут такие сокровища Иван почувствовала магическую силу корабля и странный производственный процесс Корабль был пропитан мощной магией, которая могла расти до тех пор, пока есть вода На теле Ивана все еще было много следов темной магии, и это действительно соответствовало стилю Дормстранга Посмотрите на этих парней, они очень высокие Услышав восклицание Денниса, взгляд Ивана сместился от преувеличенного изображения корабля к фигурам, выходящим на берег Это были студенты Дормстранга, физически похожие на Крэпба и Гайла Когда они подходили по траве к свету фойе, каждый из них был настолько велик, на них был меховой плащ, спутанный с мехом Человек, который привел их в замок, однако имел другой вид меха Серебристо-белый, мягкий и гладкий, как и его голова Дамбулдор Человек закричал восторженно, когда поднимался по лестнице Как ты, мой дорогой старик? Очень хорошо, спасибо, профессор Каркаров Дамбулдор ответил Голос Каркарова был мягким и сладким, и он звучал так, как будто человеку было стыдно Когда он шел от главного входа в замок, все увидели, что он высокий и худой, как Дамбулдор, но его голова была маленькой, а маленький завиток козлиной бородки на кончике не совсем скрывал это Тонкий подбородок Он подошел к Дамбулдору и пожал обеими руками руку Дорогой старик, дорогой Хагвартс Он посмотрел на замок и улыбнулся Я не возвращался сюда много лет Как хорошо быть здесь Он заострил внимание на преувеличенной улыбке, и все видели, что у него зубы были желтые Хотя глаза Каркарова были полны улыбок, они все равно были холодными и острыми Ну, Виктор, иди сюда и согрейся, Дамбулдор, ты ведь не против, правда? Виктор в последнее время не в лучшей форме с тех пор, как этот подонок подкрался на Диагонской аллее Всегда на лекарствах Каркаров махнул рукой и попросил одного из учеников выйти вперед Когда мальчик проходил мимо, Иван увидел поразительно ястребиный нос и две густые черные брови Ему не нужно было никому напоминать, он уже узнал фигуру, это был крам Его лицо было все еще таким же мрачным и несколько болезненным, как и раньше, не в очень хорошей форме Он проигнорировал шум и крики толпы и последовал за Каркаровым в замок Боже, это крам, я не могу в это поверить, Рон сказал в шокированном тоне В этот момент, за пять минут до прибытия Дормстранга, студенты из Хагвартса следовали за делегацией Дормстранга, минуя каменные ступени Это крам, злой крам Он приехал в Хагвартс Рон продолжился вздохом Ради бога, Рон, он просто игрок в квиддич Гермиона сказала несчастливо Просто игрок в квиддич Рон хитро посмотрел на крама и, не поверив ушам Гермиона, он один из лучших игроков в мире Он спас нас в последний раз, когда я был на чемпионате мира Я знаю, что все благодарны ему, но это не повод для того, чтобы болтаться об этом каждые пять минут После встречи с крамом, было только несколько человек, таких же спокойных, как Гермиона Когда студенты из Дормстранга и остальные студенты Хагвартса снова прошли по коридорам и направились в большой зал Многие сильно толкались, или Джордан прыгнул, желая увидеть крама более ясно Несколько шестикурсниц в тропях бешено искали что-нибудь в карманах О, я не могу поверить, что у меня нет пера Думаешь, он подпишет мою шляпу помадой? Это смешно Гермиона с гордостью сказала Она нахмурилась на всех и прошла мимо девочек, которые дрались из-за помады Я бы хотел получить его фотографию с автографом, если это возможно Рон сказал У тебя есть какое-нибудь перо? Нет, они все наверху в моей сумке Гарри сказал Они у меня здесь Иван достал бумагу и ручку из сумки и передал ее Рону Спасибо Отдам как только верну, тебе придется подождать меня Рон сказал радостно Как и девчонки, он бросился навстречу толпе из Дормстранга Он сумасшедший, мы видели этого парня в прошлый раз Удивительно, но восхищение Рона Крамом достигло беспрецедентного уровня Пятеро из них Иван, Гарри, Гермиона, Колин и Джинни Вошли в большой зал и сели за стол Гриффиндора В дверях все еще царил хаос Когда Крам и его сокурсники из Дормстранга тоже собирались там Похоже, они не знали, где должны были сидеть Студенты из Шармбатама, которые прибыли раньше Уже выбрали места за столом Равинклоу Они сели и посмотрели на большой зал с угрюмыми лицами Три девушки все еще пользовались обтягивающими шарфами и повязками на голове Обернутые вокруг их голов Среди них была и Флёр, которая, казалось бы, не особо довольна архитектурой Хагвартса По сравнению с роскошной и красивой архитектурой Шармбатама Хагвартс здесь был слишком грубым Флёр посмотрела на Ивана и с гордостью отвернула голову Вместо этого Габриэль поговорила с ней и поспешила Полностью игнорируя удивление окружающих Привет, Иван! Габриэль сказала с улыбкой, сидя естественно на пустом месте рядом с Иваном Привет, Габриэль! Иван познакомил ее с несколькими людьми Глава 547 Габриэль быстро поприветствовала всех и сказал Ивану Могу я присесть здесь? Она выглядела очень нервной, с нетерпением ожидая увидеть Ивана Вообще-то Ивану не нужно было отвечать на этот вопрос Гриффиндор продемонстрировал свое приветствие Габриэль практическими действиями Все проявили невообразимый энтузиазм, встали, чтобы поговорить с Габриэль, пожать руку и представиться Из четырех факультетов в Хагвартсе, Гриффиндор был одним из самых ярких Габриэль, похоже, не ожидала такой популярности, и хотя ей стало легче, она поспешно улыбнулась в ответ Ее личность была намного лучше, чем у Флёр, и она быстро завоевала всеобщее расположение Короткая встреча заставила всех влюбиться в эту милую ангельскую девушку Гермиона привела Габриэль на на свою сторону Они так смеялись, что не знали, что сказать Иван посмотрел на них и понял, что они вообще не могут говорить Прошло пять минут, в зрительном зале все еще был беспорядок, а учителя ушли У двери студенты Дормстранга не выбрали, где сидеть Что касается тех, кто поклонялся Краму, то они собирались вокруг, скандируя имя Крама Только когда появилась профессор Макганагал, они должны были разойтись и вернуться на свои места Смотри, Крам подписал мне Лицо Рона стало ярко-красным Я буду лелеять это Он просто прибежал обратно, держа в руках кусок пергамента и показывал его перед всеми, взволнованный до чертиков Крам вспомнил меня, он подписал мне, только мне Он с гордостью сказал Не сомневаюсь Рон не закончил говорить, когда внезапно встал и помахал рукой банди Дормстранга Сюда, иди сюда, сядь здесь Он сказал хриплым голосом Давайте, Иван, Гермиона, уйдите с дороги и освободите место Но Малфай встал первым, подошел и прошептал Краму Человек из Дормстранга сидел за столом с лизерина, как будто не слышал, что сказал Рон Рон, что ты делаешь? Гермиона сказала недовольным тоном Он просто встал так сильно, что стол дрожал Чашки перед Иваном, Гарри, Гермиона и Габриэль были почти выбиты К счастью, в нем ничего не было Видишь ли, Малфай привязывает его к себе вместо того, чтобы ответить на вопрос Гермионы Рон резко сказал Готов поспорить, Крам на что-то смотрит Не сомневаюсь, везде, куда бы он ни пошел, есть люди, которые выдавливают из него выгоду и подлизываются к нему Где бы они спали, говоришь? Мы могли бы дать ему кровать в общежителе, Гарри, а я бы дал ему свою, и я бы спал в походной кровати Никто не ответил на вопрос Рона, и нос Гермионы храпел, чтобы выразить свое недовольство Рядом с ней Габриэль любопытно посмотрела и на Крама и Дормстранг Почему на них плащи? Гарри спрашивал Здесь не так холодно Потому что Крам болен, я только что спросил его Рон сказал В последнее время, после нападения, он был в не очень в хорошей форме, со старыми травмами, которые накопились во время игры в Квиддич Его учитель дал ему пищевые добавки и назначил физиотерапию, которую он должен регулярно соблюдать Как будто, чтобы подтвердить слова Рона, Крам выпил маленькую бутылочку толстого мехового бурдюка Тогда Иван посмотрела на Крама с грустным лицом, парень не выглядел таким уж слабым После того, как все нашли свои места, студенты Дормстранга сняли студенческие меховые плащи и с интересом посмотрели на темное звездное небо, и двое из них заняли свои места Золотые тарелки и кубки были аккуратными и очевидно, очень интересными Вон там, за партой факультета, Филч, привратник, добавлял несколько кафедр Он надел старый прокисший смокинг на торжественный день Филч добавил четыре стула, по два с каждой стороны Дамбулдора Гарри сказал Но сегодня их было только двое Почему у Филча четыре стула? Кто еще придет? Хаймым? Рон ответил смутно Он все еще смотрел на Крама, даже не заметив Габриэль недалеко от него Наверное, чиновники из Министерства магии Иван взглянул на главного гостя Что они здесь делают? Гарри продолжал спрашивать Очевидно, они организовали три следующих матча, не так ли? Гермиона объяснила Я думаю, они хотят стать свидетелями открытия турнира Ты сказал, что Крам это сделал? Рон не закончил и внезапно остановился Он не мог в это поверить Девушка из Шамбатона подошла с длинного стола как теврона У девушки были длинные, каскадные серебряные волосы, обильно затянутые вокруг талии, синие глаза и рот, полный белых, аккуратных зубов Это была Флёр, которая только что сняла свой шарф Глядя на приближающуюся Флёр, лицо Рона внезапно покраснело Он смотрел на неё, даже когда его рот бесконтрольно открывался Давно не виделись, Иван Мэйсон Флёр с гордостью сказала, не дожидаясь ответа Ивана, и помахал Габриэль Габриэль, вечеринка вот-вот начнётся, ты должна вернуться и посидеть с нами О, Габриэль попрощалась со всеми перед тем, как взять Флёр за руку и уйти Кто эта девушка? Флёр, сестра Габриэль Иван объяснил, кто такая Габриэль Рон продолжал смотреть на Флёр широкими глазами, как будто никогда раньше не видел одноклассницу Потом он понял, что Габриэль, о которой говорил Иван, была той девушкой, которую тянула Флёр Ну, Рон, не смотри на людей так невежливо Готов поспорить, она очаровательная малышка Он сказал хриплым голосом группе Ни в коем случае Гермиона сказала поспешно Я не видела, чтобы кто-нибудь, кроме тебя, смотрел на неё как идиот Она была не совсем права Пока Флёр проходила через зрительный зал, многие мальчики поворачивали головы, чтобы посмотреть на неё Некоторые из них на мгновение казались безмолвными, как Рон Вообще-то, они на четверть американо-китайцы, а Флёр и Габриэль – очаровательные милышки Иван сказал Видишь, что я имею в виду, эта девушка на самом деле что-то другое Рон сказал Это наклонившись, он все ещё может хорошо рассмотреть Флёр В Хагвартсе такого нет Девушки из Хагвартса неплохие Гарри сказал, не задумываясь Его глаза проследили за Флёр до стороны как Теврона, где Ченг села на место рядом с Флёр Да, в Хагвартсе тоже есть хорошая девушка Иван кивнул и посмотрел на Гермиону Видя, насколько смелым был Иван, Гермиона немного покраснела и посмотрела на него Глава 548 Несмотря на то, что она смотрела на Ивана, Гермиона не выглядела рассерженной Ну, подождите, пока вы, ребята, не свернёте себе глаза Она сказала прямо Вы заметите, что пришёл Дамболдер и вечеринка вот-вот начнётся Гермиона была права, и Иван повернулся, чтобы увидеть, как профессора входят в аудиторию Идут к главному столу и садятся В конце были профессор Дамболдер, профессор Каркаров и леди Максим, руководители трёх школ волшебников Студенты Шармбатона быстро встали, как только увидели, что появился их директор Многие из студентов Хагвартса не могли не хихикать по поводу их поведения Но представитель Шармбатона не стеснялся, пока леди Максим не села по левую руку Дамболдера И снова сели Иван знал, что Шармбатон был очень строгим по сравнению с более расслабленной атмосферой Хагвартса Все профессора заняли свои места Дамболдер стоял неподвижно, и большой зал постепенно успокоился Добрый вечер, дамы, господа, призраки, и особенно наши почётные гости Дамболдер улыбнулся, когда смотрел на иностранных студентов Я очень рад приветствовать вас всех в Хагвартсе Я надеюсь и верю, что вы все будете чувствовать себя здесь комфортно и счастливо Услышав слова Дамболдера, одна из женщин из Шармбатона стала насмехаться, что, несомненно, было нелепо Она все ещё держала голову завёрнутой в шарф и была невидимой Эта девушка так раздражает, никто не заставляет тебя остаться Гермиона прошептала Она была явно раздражена девушкой Было ещё много людей, которые думали, как Гермиона И все были удивлены поведением девчонок Шармбатона Я не знаю, какое образование они получают в школе Шармбатон был очень враждебен к Хагвартсу Как и с Иваном в прошлый раз они не согласны друг с другом, эти французы Что касается студентов Дормстранга, то они не проявляли такой прямой враждебности, но невнимательно слушали речь Дамболдера Они, казалось, больше интересовались золотыми столовыми приборами на столе, задаваясь вопросом, действительно ли они золотые Господа, церемония официально начнётся в конце празднования Дамболдер сказал Я приглашаю вас всех поесть и выпить, чтобы вы были довольны и чувствовали себя как дома Он сел, и Иван увидел, как Каркаров немедленно наклонился вперёд, чтобы поговорить с ним В следующую секунду тарелки перед ними, как обычно, были заполнены едой Похоже, что гости на кухне сделали все, что могли Раньше люди никогда не видели такого изобилия блюд, и их ставили перед ними различными способами, некоторые из которых были определённо чужеродными Что это? Колин спросил Он указал на большую тарелку рядом с большим стейковым пудингом, который выглядел как чудесный чудер из морепродуктов Французская рыбная похлёбка, Гермиона сказала Я была во Франции прошлым летом, это очень вкусно Все пытались прислушаться к ней Только Рон ещё не пошевелился, он смотрел на флёр, не моргая Ешь, Рон, через минуту остынет Гарри толкнул его О! Рон ответил, неохотно отводя взгляд и давая себе немного чёрного пудинга По какой-то причине зал казался более переполненным, чем обычно, несмотря на то, что в нем было менее 20 студентов Возможно, это произошло потому, что их униформа однотонного цвета была особенно заметна по сравнению с чёрными мантиями Хагвартса Школьная форма шармбатона была небесно-голубой, в то время как Дормстранг носил кроваво-красные формы под меховым плащом Через 20 минут после пиршества Хагрид проскользнул в зал через дверь за факультетским столом Он занял место в конце стола рядом со столом Гриффиндера Хагрид поднял свои многочисленные перевязанные руки и помахал Ивану, Гарри, Рону и Гермионе, как жареная хвостовая улитка Гарри не мог не спросить Нет проблем, она растет счастливой Хагрид радостно ответил Да, наверное Рон прошептал Похоже, они наконец-то нашли что-нибудь поесть, и это пальцы Хагрида Никто не обращал на него внимания, когда кто-то вошел в зал Это был Люда Багман и топ-менеджер Перси, мистер Крауч Багман подошел и сел по ту сторону профессора Каркарова, а мистер Крауч сел рядом с миссис Максим Иван посмотрела на Крауча и заметил, что парень теперь под контролем проклятия Империус Но, похоже, не было ничего необычного, какого-то ведьминого проклятия Выглядел он точно таким же, как всегда У него был такой скрупулезный взгляд, который не мог сделать ни один обычный человек Казалось бы, чувствуя взгляд Ивана, Крауч внезапно поднял голову и посмотрел на Ивана Иван поспешно отвернул голову Он думал об этом некоторое время назад Если Барти Крауч планировал проникнуть в Хагвартс под чьей-то личностью, помимо того, что он был студентом, он мог бы стать и отцом Это было вполне возможно Как один из судей, Барти Крауч будет иметь доступ ко всем аспектам турнира В этот момент это легко можно было сделать с помощью поддельного грюма А Барти Крауч так хорошо знал привычки своего отца, что ему не пришлось бы волноваться Даже если бы и было что-то необычное, позиция мистера Крауча в Министерстве магии могла бы легко решить эту проблему Такие предметы обнаружения, как живые карты, были для него бесполезны, и не было необходимости беспокоиться о том, что их обнаружат Дамбулдор снова встал, когда золотые тарелки снова были очищены Зал, казалось, был наполнен волнением и напряжением, когда все ждали следующего акта Все подавляли свое волнение и пристально смотрели на Дамбулдора Студенты Шармбатона и Дормстранга были одни и те же, никто не был так отвлечен, как раньше Момент наконец-то настал Дамбулдор улыбнулся сдержанным лицам Турнир волшебников вот-вот начнется Я хотел бы кое-что объяснить перед тем, как я принесу кубок Что ты принесешь? Гарри прошептал Я не знаю Все были удивлены, кроме Ивана, который знал, что это кубок огня Я хотел бы объяснить наши процедуры на учебный год Но сначала позвольте мне представить двух гостей, так как некоторые из вас их не знают Это господин Барти Крауч, директор по международному сотрудничеству Министерства магии Зрительный зал громко аплодировал Многие не узнали Барти Крауча Это мистер Люда Быгман, директор спортивного отдела Министерства магии Аплодисменты Быгману были гораздо громче, чем аплодисменты Краучу Возможно, потому, что он был известен Или, может быть, это было из-за его хорошей внешности Он счастливо встал и помахал рукой в знак признания Имейте в виду, когда он произнес ввел имя Барти Крауча Крауч не улыбался и не махал рукой Глава 549 Это было действительно необычно, но это должно быть так Он не был похож на нормального волшебника, которым всегда им был Иван вспомнил свой безупречный костюм с чемпионата мира по квиддичу Он чувствовал, что на нем сейчас халат волшебника Это было немного странно Его короткие, похожие на зубную щетку усы по сравнению с длинными седыми волосами и бородой дамбулдера Это было расчесывание в грязной, неловкой манере, не похожей на волшебника Если он был Краучем, притворяющимся им, то это было потрясающе Конечно, это была только догадка Ивана У Барти Крауча-младшего также может быть фальшивым студентом в Шармбатоне или Дормстранге На всякий случай, после возвращения в общую комнату я воспользуюсь картой, чтобы быть уверенным За последние несколько месяцев мистер Бэгман и мистер Крауч неустанно работали над организацией турнира трех волшебников Дамбулдер продолжил К ним присоединятся профессор Каркаров, Максим и я Миссис Симс формирует жюри, который будет судить об усилиях бойцов Присяжные подтвердили, что их было ровно пятеро Как только они услышали слово бойцы, студенты, казалось, отнеслись к нему более серьезно Дамбулдер, казалось, заметил их внезапное молчание, только для того, чтобы улыбнуться и продолжить Мистер Филч, пожалуйста, поднимитесь Никто не заметил, что Филч скрывался в углу зала В тот момент он подошел к Дамбулдеру, держа в руках большую деревянную шкатулку с драгоценностями Коробка выглядела очень старой и изношенной Студенты с большим интересом смотрели и говорили об этом Чтобы лучше рассмотреть, Колин встал на стул Его брат Деннис тоже встал, но он был настолько мал, что даже стоя, его голова была не намного выше остальных Ладно, поехали Колин сказал, конкретные предметы для чемпионов этого года были тщательно изучены господином Краучем и господином Быгманом из Министерства Магии Дамбулдер сказал, в этот момент Филч аккуратно положил коробку на стол перед собой Они также приняли много необходимых мер для каждого этапа Есть три этапа, которые осуществляются в разное время в течение учебного года Они будут тестировать чемпионов самыми разными способами, проверяя их таланты в магии, проверяя их мужество, проверяя их умения и рассуждения И, конечно же, их способность преодолевать опасности Услышав последнее предложение, зрительный зал замолчал, как будто все перестали дышать Как вы уже знаете, в турнире будет три чемпиона Дамбулдер продолжил спокойно Каждый из участвующих школ мы будем оценивать их, основываясь на качестве каждого этапа, который они завершат А победитель, набравший наибольшее количество очков по итогам трех этапов, получит кубок Тот, кто отвечает за выбор чемпионов, является беспристрастным селектором, а это – кубок огня Сказав это, Дамбулдер вытащил палочку и трижды постучал ею по крышке коробки Крышка медленно открылась, и Дамбулдер подошел и вытащил большую, грубо разрезанную деревянную чашку Сама по себе чаша совсем не привлекала внимания, но была наполнена танцующим голубым и белым пламенем Иван чувствовал, что это был магический предмет великой магической силы, но это был не легендарный магический предмет Нужно было сделать это – отобрать соответствующих бойцов из числа студентов трех магических академий И дать им возможность выступить на трех этапах Если бы он был достаточно сильным, то мог бы запутать волшебную чашу и таким образом повлиять на выбор чемпионов С помощью силы молодого борти Крауча и Коризиса это можно было бы сделать очень легко Может быть, они уже получили имя Гарри, а кубок принесло Министерство магии Как один из организаторов и судей трех крупных турниров, Крауч мог легко дотронуться до него, не возбуждая никакого подозрения Дамбулдар закрыл коробку и положил чашку на крышку, чтобы все в зрительном зале могли ее отчетливо видеть Каждый ученик, желающий баллотироваться в войны, должен написать свое имя и название школы на куске пергамента и бросить его в эту чашу Дамбулдар сказал Есть желающие, запишитесь через 4 часа, а завтра вечером, в ночь Хэллоуина, кубок выберет имена трех учеников, которые, по их мнению, лучше всего представляют три школы В этот вечер кубок будет размещен в фойе, и все студенты, желающие принять участие в мероприятии, смогут взаимодействовать с ним Как я уже говорил, на случай, если студенты не выдержат искушения, Дамбулдар сказал Как только кубок будет размещен в зале, я собираюсь провести возрастную границу вокруг него Любого, кто моложе 17 лет, не сможет пересечь эту черту Наконец, я хочу напомнить всем, кто хочет принять участие, чтобы они знали об этом ограничении Это не шутка, и не рискуйте проиграть Как только воин выбран кубоком огня, он должен придерживаться игры Кто бы не записал свое имя в чашу, на самом деле образует волшебный контракт, который должен быть сохранен Как только воин становится воином, он не может передумать Поэтому, пожалуйста, подумайте дважды, прежде чем почувствовать себя действительно желающим принять участие в конкурсе Тогда напишите свое имя и положите в чашу Ну, я думаю, мы все должны пойти спать и спокойно провести ночь Возрастная черта Глаза Фреда Уизли сверкнули Достаточно легко быть обманутым стареющим зельем, не так ли? Пока твое имя в чашке, ты счастлив Давайте посмеемся, оно не может сказать, кому 17, а кому меньше 17 В этот момент студенты прошли из большого зала к двум дверям, ведущим в фойе Но я не думаю, что кто-то младше 17 выиграет Гермиона сказала Мы малому научились Это то, что ты сказала Джордж сказал с нетерпением просто подумай об Иване Ему всего 13 лет Сколько людей в школе могут быть лучше его? Иван другой Он не будет участвовать Он обещал Дамбулдору Гермиона сказала немедленно Но Джордж проигнорировал его и обратился к остальным Гарри, Рон, Колин Вы будете бороться за это тоже, верно? Трое засомневались на мгновение, но в конце концов кивнули Неплохо попробовать, если ты сможешь преодолеть возрастное ограничение Дамбулдора Гарри вспомнил настойчивое требование Дамбулдора, чтобы никто младше 17 лет не могли записаться Но потом он подумал о своем собственном кубке волшебников Прекрасная сцена Кстати, где он? Рон сказал Дамбулдор не сказал, где спит представитель Дормстранга, не так ли? Он вдруг вспомнил об этом и бросился в толпу в поисках Крама Рон очень хотел пригласить Крама спать в его спальню Глава 550 Рон осмотрел Крама, с вопросом, на который был дан ответ почти сразу же К этому времени они уже дошли до слезеринского стола, только чтобы увидеть, как Каркаров спешит к своим ученикам Хорошо, возвращайтесь на корабль Он сказал Виктор, как ты себя чувствуешь? Ты вовремя приняли лекарства? Хватит ли тебе еды? И не хочешь ли ты, чтобы я прислал немного подогретого вина скамбуза? Крам покачал головой с мрачным взглядом на лице и снова надел меховой плащ Профессор, я бы хотел вина Другой студент из Дормстранга говорил красноречиво Я не спрашивал тебя, поляк Каркаров сурово сказал, что мягкое выражение с его лица исчезает Я заметил, что ты опять бросил еду на форму Поторопись и очисти, мерзкий мальчишка Каркаров повернулся и повел учеников к двери Они подошли прямо к двери с Иваном, Гарри, Роном, Гермионой, Колином, Джинни, Фредом и Джорджем Все остановились и пустили Каркарова первым Спасибо, ребята Каркаров сказал случайно, давая им посмотреть Вдруг Каркаров был совершенно ошеломлен, когда его глаза остановились на Гарри Он обернулся и уставился на Гарри, как будто не верил своим глазам Студенты Дормстранга остановились после директора Глаза Каркарова медленно двигались к лицу Гарри, уставившись на шрам Студенты Дормстранга также любопытно посмотрели на Гарри И на нескольких лицах увидели рассветное осознание Мальчик с пятнами от супа на груди толкнул девушку рядом с ним и бесстыдно указал на лоб Гарри Крам также посмотрел на Гарри глазами, прежде чем обратить внимание на Ивана и Гермиону Иван закрыл глаза, думая, что в глазах Крама, кажется, есть какие-то странные эмоции Заметив, что Иван снова смотрит на себя, Крам быстро повернул голову в другую сторону Это было странно Они встретились в последний раз на Кубке мира по квиддичу Почему Крам избегал его? Ты, медленно сказал Каркаров Да, он Гарри Поттер Злой голос исходил сзади него Каркаров резко повернулся, когда там стояло безумный глаз Его тяжелое тело опиралось на трость, и его волшебные глаза смотрели на директора Дормстранга Лицо Каркарова побледнело, обнаружив ужасное выражение смешанного негодования и страха Это ты? Он сказал это, уставившись на Грюма, казалось бы, не уверен, видел ли он его на самом деле Это я, Грюм сказал затихшим голосом Если тебе нечего сказать, Поттеру, Каркаров, то быстро выходи, ты блокируешь дверь К этому времени половина студентов в зале ждали сзади Те, кто стоял сзади, смотрели через плечи тех, кто стоял впереди, чтобы посмотреть, что вызвало затор Профессор Каркаров не говорил, он помахал рукой и ушел со своим учеником Грюм смотрел на него до тех пор, пока он не скрылся Его демонические глаза были прикованы к спине Каркарова, и на его лице появилось крайне отвратительное выражение лица Столкнувшись с Каркаровым, даже если это было фальшивый Грюм, реакция Корризиса была слишком эмоциональной Иван подумал об этом и отделился от группы, сказав, что пойдет поздороваться с Габриэлем и вернется Но на самом деле, он проследовал за Грюмом по изолированной боковой лестнице в офис на третьем этаже, где никого не было Малыш, я предупреждал тебя, нам лучше свести наш контакт к минимуму Корризис сказал с улыбкой В этот момент они стояли в темном и унылом коридоре, даже если они были достаточно близко, чтобы видеть друг друга Похоже, ты злишься на Каркарова Иван проигнорировала напоминание и спросил напрямую Этот парень находится в скандинавском регионе и не имеет никаких проблем ни со мной, ни с моими людьми Это мое личное дело, я позабочусь об этом Все, что вам нужно знать, это то, что Каркаров слишком опасен, чтобы его можно было судить по внешности Не будьте обмануты Корризис прошептал Он пожиратель смерти Раньше говорили, что он предал Валанди Марта, но нельзя отрицать, что он действительно опасен Иван сделал паузу и продолжил спрашивать Но сейчас это не должно быть нашей заботой Ты нашел этого человека сегодня вечером? Есть шанс, что это Барти Крауч Барти Крауч, очевидно, под контролем Я видел это собственными глазами, но я не уверен, что это был он Я повторю еще раз, он мне не поверил Он не сказал мне, что планирует Корризис прошептал Я пришел, чтобы привлечь всеобщее внимание Это была миссия, которую дал мне Валанди Морт Это было также наказанием за мою последнюю неудачу Ну, если ты не хочешь, чтобы меня сразу узнали, тогда убирайся отсюда Давай, возвращайся в постель Иван повернулся и ушел Казалось, что Корризис знал не больше, чем он Когда Иван вернулся в общую комнату, там собрались все молодые волшебники, обсуждая кубок огня Фред и Джордж продавали своих стареющие зелья, и вокруг них собралась толпа Казалось, что если стареющие зелья действительно сработает после завтрашней проверки, то они, похоже, планировали тоже сделать это Гермиона игнорировала их, держа толстую книгу в руке, она постоянно что-то записывала Иван вернулся в свою спальню один Он вытащил карту мародеров, поместил на его вершину палочку, и постучал по ней Иван быстро нашел имя Барти Крауч В офисе Дамбулдора он видел Дамбулдора, Каркарова, Максима Крауча, Рудольфа Гейман тоже был там Пятеро из них, казалось, говорили об этом, и так как Барти Крауч младший и имя его отца были одинаковы, было неясно, был ли это он Иван мягко опустил пальцы, постукивая по знакомым именам Все в Шармбатоне жили в своих каретах и находились неподалеку Студенты Дормстранга вернулись на корабль На карте, местоположение озера было белым туманом, который затуманивал имя каждого, и все было вне поля зрения Корабль был мощным Магия защиты сделала карту неэффективной Иван еще раз тщательно посмотрел, прежде чем убрать карту Он посмотрел на потолок и подумал об этом снова Как он должен себя вести, если он был Краучем? Малкий Крауч Валанди Морт, Коризис, Каркаров, Крауч Несколько лиц продолжали вращаться в его голове, и у него было ощущение, что эта штука, кажется, идет не в том направлении, в котором он ожидал, что она пойдет Глава 551 На следующий день была суббота Обычно все спят допоздна Но Иван рано встал, он обещал привезти Габриэль в Хагвартс вчера вечером Ранним утром в Хагвартсе было исключительно тихо, когда Иван спускался по пустынному коридору ко входу в замок Небо было немного тусклым, солнце еще не вышло, и снаружи не было ветра На расстоянии большой корабль Дормстранга слегка качалась в озере, окутанное туманом Потому что прошлой ночью было слишком темно, чтобы видеть, корабль показался еще более возмутительным Он выглядел как корабль-призрак, который обычно появлялся в историях, вся уродливая черная и темно-зеленая отделка Он отбрасывает темные отражения в воду, как скелет Это был довольно жуткий вид, но Иван хотел бы его посетить, если бы мог Корабль был очарован множеством магии, в том числе и черной Многие конструкции и магические символы были незнакомы Ивану Он хотел его осмотреть и изучить, но Дормстранг уж точно его не подпустит Иван отвернулся и прогулялся по лужайке на берегу озера до хижины Хагрида Огромная порошкообразная голубая карета Шармбатона остановилась менее чем в 200 ярдах отсюда Огромные слоновья лошади в карете паслись в самодельном загоне Недалеко, рядом с тыквенным участком за хижиной Хагрида, время от времени случались ужасные взрывы и аварии Именно неугомонные улитки теперь безнаказанно пытались вырваться из лап Хагрида Каждая из хрупких улиток теперь имела длину 3 фута, и они даже начинали убивать друг друга Хагриду пришлось заменить деревянную коробку на более крепкую, но это мало что изменило Иван пошел дальше к хижине Хагрида и только что дошел до повозки, когда увидел Габриэль Она лежала свернувшись, как котенок в фойе кареты, и, казалось, долго ждала Ивана Габриэль была одета в темно-синюю мантию волшебника, и ее длинные, густые волосы, казалось, сияли на утреннем солнце На ее лице была озорная улыбка, и ресницы трепетали, когда она горячо смотрела на Ивана Она выглядела так мило, что не могла не чувствовать себя счастливой Потише, моя сестра все еще спит там Габриэль прошептала, прижав палец к его губам Позади нее Иван увидел, что интерьер кареты был очень роскошным, продолжая стиль Шарбаттона Золотой, красный и другие цвета были доминирующими, а в прихожей находилась большая гостиная Внутри были небольшие комнаты, где жили мальчики, а девочки, наверху Габриэль осторожно встала и качалась, когда спускалась с кареты Она не осмелилась прикоснуться к стеклянной двери кареты Висящие на ней куранты ветра наверняка наделали бы шума, напугали бы людей внутри и отвалились бы Иван поспешил ей помощь, а потом они оба сильно упали вместе Грязь на земле была достаточно мягкой, чтобы падение не навредило, но Иван чувствовал себя так, как будто маленькое тело девушки было еще мягче Теперь, когда Габриэль так была на нем, что это разворачивалось Они посмотрели друг на друга и оба почувствовали дыхание друг друга Лицо девушки заметно покраснело Она поспешно встала с Ивана и продолжала извиняться перед Иваном, застенчивая до крайности Иван не знал, что сказать Габриэль Казалось, что он специально воспользовался этим При этом они отправились в сторону замка в немного напряженной и незнакомой обстановке Атмосфера быстро вернулась в нормальное русло, когда Иван и Габриэль обошли замок Хагвартс, расположенный на другом берегу озера Иван познакомил Габриэль с окружающими пейзажами, и они хорошо пообщались, а Габриэль заинтересовалась всем Она согласилась с тем, что Иван должен показать ей Хаг Смит, который был редкой чистой деревней волшебников Затем, естественно, разговор перешел к теме турнира и чемпионам Леди Максим велела ученикам Шармбатона после завтрака отправиться в замок и записать свои имена в Кубок Огня Они прошли строгий отбор в школе, даже Ника участвовал в судействе, и в конце концов были выбраны дюжина лучших молодых волшебников Конечно, Флёр была самой сильной из них, и, неудивительно, она бы непременно стала воительницей Шармбатона Иначе Габриэль не последовала бы в Хагвартс Она не была достаточно взрослой, и именно Флёра специально попросила Леди Максим попросить ее следовать за командой Габриэль, которая ничем не была обременена, просто относилась к этой поездке в Хагвартс как к путешествию Это был шанс увидеть Ивана и увидеть много нового На лице Габриэль появился намек на разочарование, когда она узнала, что Иван не будет воином, но ее быстро успокоил Иван Моя сестра сказала, что вы очень сильны и намного выше уровня юных волшебника Тебе не нужно участвовать в турнире по боям, чтобы что-то доказать Иван не смог принять участие в турнире Кроме того, что Шармбатоне и Дормстранге не соответствовали возрастным требованиям, они назвали его неспособным принять участие в турнире Можно с уверенностью сказать, что Флёр, должно быть, знала об этом Да, твоя сестра не выглядит счастливой Она не говорила со мной прошлой ночью Иван сказал, вспоминая, как Флёр вела себя прошлой ночью Это было преднамеренное отношение, чтобы все увидели, вы знаете, после последнего семестра, вы не очень хорошо уважаемы внутри школы, и многие люди пытаются заставить вас бороться за что-то Габриэль поспешно сказала Но девушки на самом деле очень хорошо о тебе думают Они говорили о тебе только вчера вечером Её голос становился все ниже и ниже, и она немного покраснела Очевидно, ей было не совсем комфортно рассказывать Ивану о личных беседах девушек, и в этом не было ничего плохого Увидев милой личико Габриэль, Иван вдруг захотел дразнить её Разве ты не боишься того, что другие люди в школе говорят сейчас, когда ты так много общаешься со мной? Я не боюсь и мне плевать, что они говорят Габриэль сказал, глядя на Ивана Серьёзные, ярко-синие глаза девушки было достаточно, чтобы кого-то смутить Иван затаил дыхание и посмотрел на Габриэль Его голова пусто внутри Двое уставились друг на друга на три секунды, а затем отвернулись Габриэль поспешно опустила голову и прижала лицо к основанию шеи, которая была красной, как спелое яблоко Увидев Габриэль, Иван не знал, что сказать Напряжение было ужасным Чтобы облегчить неловкость, он поспешно посмотрел вверх Оказалось, что эти двое уже давно ходят по замку, даже не подозревая об этом Теперь они были в уединенной роще на краю замка, где их было только двое Глава 552 Посмотрите на Габриэль, посмотрите на её окружение Симпатичная, женственная, взволнованная девушка в уединенной роще Это действительно было Иван хмыкнул подсознательно и горько смеялся Сюрпризов не было, и прошло чуть больше получаса Он прогуливался по замку с Габриэль, чувствуя себя очень расслабленным и счастливым Иван только что вернул Габриэль в карету, когда увидел, как Хагрид выходит из хижины Хагрид не видел Ивана Он смотрел на карету, как на другого человека На нем был лучший и самый уродливый лохматый коричневый костюм с желто-оранжевым клетчатым галстуком Однако это было не самое худшее Очевидно, что он пытался выпрямить волосы и использовал много машинного масла и тому подобного Теперь его голова была гладко расчесана на две связки Может быть, он намеревался носить хвост, как у Билла, и узнал, что у него слишком много волос Рубашка не подходила Хагриду, и Иван уставился на него на мгновение, а потом решил не мешать Было очевидно, что Хагрид хотел произвести хорошие впечатления перед мадам Максим Из-за гигантской крови было так мало женщин, которые могли бы вписаться в его представление об эстетике Было много препятствий, которые нужно было преодолеть, но Иван действительно надеялся, что они в конечном итоге Окажутся вместе К тому времени, как Иван вошел в фойе, внутри уже было более 70 человек Дормстрант голосовал, а Иван подумал об этом и решил продолжить проверку того, чего не добился прошлой ночью Несмотря на то, что у него были свои подозрения, было бы неплохо их проверить Он вернулся в свою спальню так быстро, как только смог, и схватил карту мародера под подушкой Над картой в зале было более 100 человек Было много имен, которые Иван не узнал, и это были все студенты Дормстранга Он посмотрел ненадолго и заметил, что не было младшего Барти Крауча Казалось, что Барти Крауч младший не смешивался со студентами Дормстранга Когда Иван смотрел на карту в реальном времени, Колин сидел в воздухе Доброе утро, Иван Он потянулся, потом, казалось, что-то придумал и поспешил сказать Мы идем в зал, и я хочу знать, кто написал свое имя в кубок огня О, Иван убрал карту Он был в тяжелом настроении, и они прибыли в общую комнату, где Гарри, Рон и Гермиона только что вышли из своих спален У Гермионы был беспорядок в волосах, а рубашки Гарри и Рона были расстегнуты Темные круги под глазами показали, что они плохо спали прошлой ночью Дормстранг уже вернулся, когда пятеро вошли в фойе, а вокруг было всего около 30 человек Некоторые из них все еще ели хлеб и внимательно смотрели на пылающую чашку Чашка размещалась в центре фойе, на табуретке, которая часто опиралась на крышку зала На полу была проведена тонкая золотая линия, длиной по 10 футов с каждой стороны, с чашкой посередине Кто-то вписал в него имя Рон с нетерпением сросел третьекурсницу Да, это все представители Дормстранга, она ответила, но я не вижу никого из Хагвартса Нам сказали вписать наши имена, когда мы ложились спать прошлой ночью Гарри сказал, если бы это был я, я бы не хотел это видеть Было бы обидно, если бы чашка разбила твое имя и выбросила его В этот момент Фред, Джордж или Джордан поспешили вниз, все трое были очень взволнованы Готово Фред прошептал группе триумфальным тоном Эй, что? Рон спросил Стареющее зелье, тупица Фред сказал Все выпили по капле Джордж сказал Нам просто нужно еще несколько месяцев роста Если мы выиграем, тысячу галеонов Ли сказал, что его лицо излучало счастье Не думаю, что это сработает Гермиона предупреждала Я уверена, что Дамбулдор учтет это Иван был уверен, что разработанный ими стареющий зелье вообще не сработает Как и составной отвар Стареющий компонент этого зелья только изменит внешний вид пользователя, делая старше Он длился дольше, чем сложный отвар И его не нужно было принимать каждый час Также намного легче получить солнечный ожог Но это принципиально другое Если бы они выпили достаточно стареющего зелья Они даже могли бы стать похожими на своего отца Мистеру Уизли Такая магия только сбивает с толку восприятие людей Она не нарушает магию Дамбулдора На самом деле, юные волшебники не могли внезапно обойти экстремальную магию Дамбулдора со своими силами Фред, Джорд Шилли проигнорировали Гермиону И вместо этого посмотрели на пламя взволнованно Все немного дрожали Ребята, вы готовы? Фред сказал остальным двум Да, я пойду первым Фред вытащил из кармана кусок пергамента с надписью Хагвартс Фред Уизли Он подошел прямо к краю возрастной черты и стоял там, покачиваясь на пальцах ног Похоже, готового прыгнуть с высоты 50 футов Затем, с каждой парой глаз наблюдающих, он сделал глубокий вдох и пересек черту На мгновение все подумали, что у Фреда получилось Джорд, должно быть, думал то же самое, только чтобы кричать в триумфе и прыгнуть вперед после Фреда Но сразу же после этого послышался стук Близнецы были выброшены из золотого круга, как будто их бросил невидимый Бладжер Они болезненно упали на холодный каменный пол в 10 футах от кубка, униженные в дополнение к своей боли Был треск, и появились белые бороды на обоих мужских подбородках Все в зале засмеялись, и даже Фред и Джордж Они не могли не посмеяться, когда увидели белые бороды друг друга Я предупреждал, низкий, забавный голос сказал Все повернули головы, чтобы увидеть, как профессор Дамбулдор выходит из зала Он посмотрел на Фреда и Джорджа, его глаза сверкали Я предлагаю вам двоим пойти к мадам Памфри Она уже присматривает за миссис Фасетт из Лакруа и мистером Саммерсом из Хаффлпуфа Они тоже решили увеличить свой возраст Немного, но должен сказать, что их бороды гораздо менее красивы, чем ваши Фред и Джордж покинули зал, Лид Джордан сопровождал их Он все еще хитро улыбался Иван, Гарри, Рон, Гермиона и Колин тоже хихикали, когда шли завтракать в большой зал Глава 553 Сегодня утром в большом зале поменялись декорации Потому что был Хэллоуин, большая группа живых летучих мышей летала вокруг заколдованного потолка Тем временем сотни тыквенных резных фигурок смотрели на всех в каждом углу Я же говорила, они точно провалятся Гермиона сказала очень лаконичным тоном Все направились к длинному столу, за которым уже сидели Дин и Симус Они говорили о студентах Хагвартса старше 17 лет, которые могут быть вовлечены в турнир Кто-то сказал, что Уоррингтон встал рано утром и бросил имя Дин сказал группе, это был большой ленивчик и слезерина Гарри гонялся с Уоррингтоном против Квеллингтона Услышав это, он с отвращением покачал головой Ни у кого не было хорошего впечатления о Уоррингтоне Большой человек был очень беден в школе Мы не можем заполучить слезерина в качестве бойца Да, это, очевидно, худший из возможных исходов Как Теврон похож на нас, хороших кандидатов нет Одноклассники Пуффендуя говорят о Диггаре Симус сказал пренебрежительно Но если бы я захотел посмотреть, он, наверное, не захотел бы Джан выглядит рискованно Это еще один плохой выбор У Гриффиндера нет выдающихся персонажей после выпускников Перси Рон вздохнул Дин и Симус закончили завтрак и вернулись в фойе Оставив только пятерых за длинным столом Мысль о том, что учащиеся Хагвардса потенциально находятся в центре войны Привела к тому, что все были в очень плохом настроении Жаль, что Ивану запретили участвовать Иначе я бы проучил их по очереди Колин вздохнул Посмотрим, Фред и Джордж лучше, чем у Орингтона и Диггари До тех пор, пока они могут нарушить возрастное ограничение Дамбулдера У нас полно кандидатов Рон сказал возмутительно Определенно есть способ, мы просто не нашли его Услышав его слова, остальные последовали его примеру и повернули головы, чтобы посмотреть на Ивана Действительно, если у любого молодого волшебника был бы способ сломать магию Дамбулдера То это должен был быть Иван Не смотри так на Ивана Сколько раз я тебе говорила, что Дамбулдер не хочет, чтобы кто-то, кто не соответствует возрастным требованиям, написал свое имя Турнир волшебников, это не шутка, это очень опасно и у нас недостаточно знаний Гермиона сказала прямо Рон сразу уже поспорил с ней, когда отклонил слова Гермионы И в итоге, он не думал, что у Орингтона или Диггари могут быть воинами Хагвардса Вы двое не спорите Очень легко бросить свое имя в кубок огня Иван сказал Я могу сказать вам четыре способа, но вы должны держать это в секрете и не раскрывать Рон и Гермиона немедленно закрыли рты, а Гарри и Колин задержали дыхание, когда смотрели на Ивана Так принято говорить, конечно, мы будем хранить это в секрете Давай Гермиона не остановилась Она, казалось, колебалась Она тоже хотела знать, как разбить эту магию Волшебство Дамбулдера нерушимо У нас недостаточно энергии Иван сказал Но, помнишь, что он сказал прошлой ночью? Он провел ту возрастную черту, чтобы любой, кто не достиг 17 лет Никто не может переступить через это, но не сказано, что за нас могут проголосовать и другие учащиеся, имеющие право голоса Это в рамках правил Итак, вы можете заставить учеников старше 17-ти проголосовать вашими именами вместо вас Что? Гарри моргнул в неверии Неужели все так просто? Да, все так просто Иван кивнул Нечего было сказать об этом методе Он думал об этом С силой Гарри, Рона, Гермиона и Колина Они не будут выбраны, даже если они бросят свои имена в Кубок Огня Четверо из них все еще были слабыми с точки зрения магии и знания Конечно, Гарри будет чемпионом И его имя должно быть брошено в чашу Барти Младшим Никаких сюрпризов, так и должно быть Узнав об этом методе у Ивана, Рон не мог дождаться, чтобы попробовать его Гарри и Колин были на взводе, и Гермиона была решительно против этого Она отговаривала всех от этой идеи и не писала свое имя в Кубок Огня Рон опять спорил с ней, возвращаясь к теме предыдущего Она никак не могла сделать ученика Слизерина воином Хагвартса На самом деле, это вряд ли было гарантией Это правда, что не было выдающихся учеников Гриффиндора, которые соответствовали бы возрастным требованиям Даже если они впишут свои имена в Кубок Огня, их могут и не выбрать В мыслях Рона, если это так, дайте ему и Гарри попробовать В конце концов, за последние несколько лет они сделали так много великих вещей, которые доказали их храбрость Спор продолжался, и как раз тогда внезапно из зала снаружи раздались аплодисменты Они повернулись, чтобы увидеть, как Анджелина Джонсон входит в зал и улыбается немного неловко Она была высокой темнокожей девушкой, которая преследовала команду Гриффиндора Квиддича Анджелина подошла к ним, села и сказала Да, с меня хватит, я вписала свое имя Ты шутишь? Рон сказал очень удивленно Так тебе больше семнадцати? Само собой разумеется, ты не видел бороду, не так ли? Рон сказал Мой день рождения был на прошлой неделе, сказала Анджелина Я так рада, что у Гриффиндора наконец-то есть кто-то Гермиона сказала с удовлетворением, высокомерно глядя на Рона, который, казалось, решил все проблемы Я искренне надеюсь, что ты преуспеешь как воин, Анджелина Спасибо Анджелина сказала, улыбаясь Гермионе Рон, кажется, не видел взгляд Гермионы Он внезапно сказал Анджелина, ты не против? Гарри поспешил остановить его, и Гермиона пнула его под столом Чего ты от меня хочешь? Анджелина сказала подозрительно Ничего Гермиона поспешно сказала, жестикулируя, что все должны уйти Несколько из них вышли из зала в место, где никого не было Ты сумасшедший, Рон Гермиона сказала, глядя на него гневно Иван только что сказал Никому об этом не рассказывать Меньше чем через минуту ты будешь искать Анджелину Ты что, разве ты не знаешь? Рон сказал Анджелина и Фред близки, она поможет нам Глава 554 Рон, казалось, хотел снова пойти за помощью Канджелине, но больше никто не двигался Ты пойдешь за помощью Канджелине Фред и Джордж знают метод, тебе не нужно ждать до полудня Все в школе будут знать, Гермиона сказала К тому времени Дамбулдор узнает, что это Иван У нас будут большие неприятности, если нам расскажут об этом методе Но, я думаю, Гермиона права Рон, Гарри вздохнул Как бы разочаровывающе это не звучало На самом деле, мы должны следовать правилам и не бросать свои имена в кубок огня Но, я пытаюсь сказать, что лучше перестать думать об этом Гегемоническое соперничество за тройку лучших немыслимо Иван сказал Нам, как зрителям, лучше быть в мире, или помогать чемпионам Он посмотрел на Гарри, думая о том, как он может помочь ему пройти через это Если Анжелина станет воином, я помогу ей Да, я тоже Хорошо, что мы будем делать сегодня Рон гневно сказал Похоже, наконец-то отказался от идеи написать свое имя в кубок огня Пойдем к Хагриду Мы не видели его на этой неделе, сказал Гарри Все пятеро пошли и оставались там до начала вечеринки Так что мы можем быть уверены, что никто не напишет их имя в кубок огня Гермиона сказала, счастливо Кроме того, я только что вспомнила, что еще не мобилизовала СПЕ-дубльвы Присоединяйся к нам Колин не стал комментировать, а Иван сказал, что видел одежду у Хагрида сегодня утром Гарри был очень удивлен, услышав описание Ивана, и захотел пойти посмотреть Какой беспорядок, рвота и жарко улиток Рон вздохнул и неохотно последовал за всеми Ладно, иди найди Хагрида Надеюсь, он не заставит нас сделать пожертвование Дайте улитке палец Они вышли из замка и направились в хижину Хагрида Студенты Шармбатона, казалось, закончили завтрак и выходили из кареты Иван видел, как Габриэль улыбалась ему Когда Флёр и другие девушки притворялись, что не видят их Думая о том, что сказала сегодня утром Габри Трудно представить, что они долго разговаривали прошлой ночью Судя по тому, как они себя вели Иван считал, что некоторые из них безразличны Рон продолжал ждать, когда леди Максим войдет в замок Через несколько минут они прибыли в хижину Хагрида Гарри постучал в дверь Изнутри тут же появился низкий зубчатый рык Мы слишком заняты Гермиона сказала, посмотрела на Хагрида И несмотря на все приготовления Все равно была поражена тем, как он был одет Гарри Рон и Колин продолжали смотреть на странную прическу Хагрида Как будто они были в шоке, что было очень плохо Но никто ничего не сказал, чтобы не повредить гордости Хагрида Они зашли внутрь В домике Хагрида была только одна комната В углу стояла огромная кровать Перед огнем стоял тот же огромный деревянный стол и стулья А над костром висела большая куча ветчина и мертвых птиц Хагрид начал заваривать чай Они сели за стол и вскоре заговорили об открытии турнира Хагрид, казалось, был также взволнован этим Давай подождем и посмотрим Он улыбнулся Ты увидишь то, чего никогда раньше не видел Первый пункт Да, я не должен был этого говорить Давай, Хагрид Гарри, Рон, Гермиона и Колин призвали Но Хагрид покачал головой с улыбкой Иван пил чай Не знаю, был ли Хагрид так счастлив из-за огненного дракона или из-за миссис Максим А может, и то и другое Я не хочу портить тебе интерес, сказал Хагрид Но это будет чудесно Позволь мне сказать тебе У этих воинов могут быть проблемы Никогда в жизни не думал, что увижу битву за тройку лучших в своей жизни Все, наконец, присоединились к Хагриду за обедом Но они мало ели Хагрид дал им горшочек чего-то, что, по его словам, было похлебкой из стейка В результате Гермиона вытащила из сои порции большой коготь И тогда пятеро из них потеряли аппетит Тем не менее, они были очень счастливы Гарри, Рон и Колин перепробовали все, что могли, чтобы рассказать Хагриду о том, какие предметы у них есть И предположили, что они могут быть выбраны в качестве воинов Глядя на выражение лица Рона, кажется, он забыл записать свое имя в кубок огня Было 3-4 часа дня, когда на небо обрушился легкий дождь, и все чувствовали себя комфортно Они сидели у тепла костра, слушая дождь, постукивающий по стеклянным окнам Наблюдая, как Хагрид зашивает носки и спорит с Гермионой о защите эльфов Когда Гермиона показала ему значок Когда она это сделала, он категорически отказался присоединяться к компании Это нехорошо для них, Гермиона Он сказал серьезно, пропуская толстую желтую пряжу через большую костную иглу Это в их природе, заботиться о людях Им это нравится, видишь, они бы чувствовали себя плохо, если бы им не разрешили работать И платить им было бы оскорблением Гарри и Иван освободили Добби и больше, чем Барти Гермиона сказала Иван заплатил ему Да, да, в каждом существе есть несколько уродов Я не буду отрицать, что есть отдельные извращенцы-эльфы, которые хотели бы быть свободными Но вы никогда не убедите большинство из них бороться за свободу Правда, это не может быть Гермиона Гермиона отреагировала на его слова раздраженно и засунула футляр со значками в карман плаща К 5.30 становилось темно Иван, Гарри, Рон, Колин и Гермиона подумали, что им стоит вернуться в замок на вечеринку в честь Хэллоуина И, что более важно, на объявление школьных чемпионов Я пойду с вами, сказал Хагрид, отложив свои вязальные вещи в сторону Подожди меня минутку Он встал, подошел к комоду рядом с кроватью и стал искать в нем что-то Поначалу никто не обращал особого внимания, пока в ноздри не попал особенно неприятный запах Все не могли не кашлять и любопытно смотреть на Хагрида Хагрид, что это? Гарри не мог не спросить Хаймым, Хагрид повернулся, держа в руки большую бутылку Тебе не нравится? Это увлажняющий парфюм после бритья? Гермиона спросила задыхающимся голосом Ну, это одеколон Хагрид пробормотал, внезапно осознав, что происходит Его лицо покраснело, а голос хрипел Я, наверное, пролил слишком много, пойду помою Минутку Он вышел из хижины с тяжелыми шагами, и они увидели, как он скребется, чтобы умыться в ведре за окном Одеколон, Гермиона спросила врасплох Хагрид, что происходит? И волосы, и костюм Скоро узнаешь Иван прошептал Готовись подарить Хагриду бутылку духов Получше на это Рождество Глава 555 Ты имеешь в виду, что мы знаем Выгляни в окно Гарри сказал внезапно Несколько человек резко повернули голову Снаружи хижины Хагрид выпрямился и повернулся Если он краснел, то это было ничто по сравнению с лицом, которое он делал в данный момент Все осторожно встали, не видя Хагрида, и выглянули из окна Они видели, как леди Максим и ученики Шармбатона только что вышли из кареты И это выглядело так, как будто они шли на вечеринку Я не слышал, что говорил Хагрид, но его лицо было в восторге И его глаза затуманивались, когда он говорил с леди Максим Он хочет поехать с ней в замок Гермиона сказала гневно Я думала, он нас ждет Хагрид даже не оглядывался на свою хижину, когда он шел по полю с миссис Максим тяжелыми шагами Ученики Шармбатона были позади, спеша, чтобы идти в ногу со своими большими спутниками Он влюблен в нее Рон не мог в это поверить Если в будущем у них будут дети, они установят мировой рекорд Готов поспорить, их дети будут весить тонну Через несколько минут они вышли из хижины и закрыли дверь Никто не заметил, как на улице потемнело Все обернули вокруг себя плащи покрепче и пошли на лужайку Разговор остановился на Хагриде, и никто не мог в это поверить Должна признать, эта француженка была милой, а Хагрид не был странным Да, особенно две сестры с родословной Разве их не зовут Флёры Габриэль? Эй, это то, что вы, мальчики, думаете? Гермиона сказала, недовольно, устремила глаза на Ивана, и замолчала Иван подсознательно покачал головой Он заметил, что Гермиона была необычайно чувствительна со вчерашнего вечера Она что-то узнала Или, что со мной не так Это было достаточно плохо, эти девушки были занозой в заднице Когда они добрались до озера, делегация Дормстранга только что вышла из корабля Крам и Каркаров шли бок о бок, а остальные студенты Дормстранга следовали за ними скудно Рон взволнованно посмотрел на Крама, но Крам не посмотрел на них Когда они вошли в зал при свечах, он был почти полон Огненный кубок был снят, и он стоял перед пустой кафедрой Дамболдера на факультетском столе Фред и Джордж, казалось, с радостью приняли свое поражение Я очень надеюсь на Анжелину Фред сказал это Ивану, Гарри, Рону, Колину и Гермионе Я тоже Гермиона сказала, задерживая дыхание О, мы скоро узнаем Ужин на Хэллоуин, похоже, занял намного больше времени, чем обычно Может быть, потому, что это была вечеринка на два дня И всем, казалось, не понравились блюда, которые были приготовлены так же тщательно, как обычно Люди в большом зале продолжали смотреть на кубок И у всех на лицах было тревожное выражение лица Все нервничали и время от времени вставали, чтобы посмотреть, закончил ли Дамболдер есть Каждый хотел быстро закончить ужин и быстро узнать, кто был выбран чемпионом Наконец, тарелки вернулись в первоначальное пыльное состояние, и голоса в зале внезапно поднялись намного выше После этого Дамболдер встал, и большой зал снова замолчал Мистер Каркаров и Леди Максим по обе стороны Дамболдера казались такими же нервными и полными предвкушения Как и все остальные Люда Быгман улыбнулся и прищурившись оглядел всех школьников В то время как у господина Крауча было поведение, которое было немного раздражающим Иван на мгновение увидел, как его взгляд задерживается на грюме Затем падает на Снипа Затем на Каркарова и Дамболдера И этим выражением, казалось, трудно скрыть ненависть После подтверждения через карту, Крауч в настоящее время наиболее вероятно мишень для борти Крауча-младшего Конечно, он также может притворяться, что сливается с другими, трудно сказать Иван не мог следить за картой Карта мародеров тоже не глупая Магически защищая их имена, как это делает Корризис Или магически защищая их, как большой корабль Дурмстранга Карта работает, и их имена не могут быть отмечены На самом деле, кем бы ни притворялся Борти Крауч, Иван был готов к этому Он уже говорил об этом с Корризисом и подтвердил, что получит необходимую помощь Если другой человек все еще следовал первоначальному замыслу, то он проникнет в лабиринт в последнюю минуту Если что-нибудь изменится, его можно будет отрегулировать в соответствии с ситуацией на данный момент При необходимости, Дамболдер будет уверен, что нужно действовать и не позволит вещам уйти слишком далеко Предупреждаю, кубок огня вот-вот примет решение Дамболдер сказал, махая рукой вниз Думаю, это займет еще минуту Услышав имена воинов, я хочу, чтобы они пошли в зал наверху, вдоль партфакультета и в соседнюю комнату, где им будут давать начальные инструкции Он указал на дверь за столом факультета, и все смотрели на нее в унисон Дамболдер вытащил палочку и помахал ей несколько раз Немедленно погасли все свечи, кроме тех, что в тыквенных фонарях Зал внезапно погрузился в полумрак, кубок огня теперь светился ярче, чем что-либо во всем зале Синее и белое пламя сияло искрами Все смотрели и ждали, и многие продолжали смотреть на свои часы Без предупреждения, пламя в пылающей чаше вдруг снова стало красным, и хрупкие искры вспыхнули Затем в воздух разбился огненный язык, и из него вылетел обожженный пергамент Все в зале затаили дыхание, когда смотрели на клочок бумаги Дамболдер поймал пергамент и держал его достаточно далеко, чтобы слова были видны в свете пламени В этот момент пламя вернулось в синий-белый цвет Чемпион Дормстранга, он сказал в ясном сильном тоне Это Виктор Крам В один миг по залу пронеслись аплодисменты и приветствия Неудивительно, Рон кричал Злой Крам встал из-за стола с лизериной и направился к Дамболдеру Он повернулся направо, прошел вдоль стола учителей и через дверь в соседнюю комнату Отлично, Виктор Каркаров кричал голосом, как колокол Несмотря на аплодисменты в зале, все его слышали Я знал, что тебе суждено быть чемпионом Глава 556 Аплодисменты и разговоры утихли, и теперь все внимание вновь было сосредоточено на пламенной чаше Через несколько секунд пламя снова стало красным Второй кусок пергамента был извлечен из чаши пламенем Воины Шармбатона Дамболдер сказал Это флёр де лакур Она не выглядела удивленной результатом и слегка прогуливалась между столами как тевраны пуфиндуй О, они очень разочарованы Гермиона сказала в рыке, кивая другим представителям шармбатона Разочарованы, на самом деле, было преуменьшением Две девушки разрыдались в слезах, сложив головы на руки Габриэль была в восторге от аплодисментов и продолжала хлопать в ладоши своей сестре Зал снова затих, когда флёр де лакур вошла в соседнюю комнату В этой тишине можно было почувствовать сильное волнение И теперь чемпион Хагвартса в тот момент огненная чаша снова покраснела Летали искры, и пламя вспыхивало в воздухе, когда Дамболдер вытащил из языка третий пергамент Чемпион Хагвартса Он воскликнул Это Седрик Диггари А во Рон воскликнул Приветствия со стола рядом с ним были оглушительными, и каждый пуфиндуец подпрыгивал вверх и вниз, крича В этот момент Седрик прошёл мимо них, с широкой улыбкой на лице, и направился в комнату за партой учителя После решения Ивана не быть воином, Диггари был действительно лучшим Поклонение Седрику продолжалось долгое время Спустя некоторое время, Дамболдер успокоил всех достаточно, чтобы слушать его Превосходно Дамболдер счастливо сказал, когда шум наконец утих Ну, теперь все три наших воина выбраны Я знаю, что могу доверять всем вам, включая Шармбатон и остальных представителей Дормстранга, что вы окажете полную поддержку своим воинам Поблагодарив воинов, вы внесёте большой вклад в это событие Дамболдер вдруг перестал говорить и все увидели то, что привлекло его внимание Пламя в пылающем кубке снова покраснело, и искры яростно вспыхнули Длинный язык пламени внезапно поднялся в воздух, и в нем оказался кусок пергамента Казалось бы, подсознательно Дамболдер протянул стройную руку и схватил кусок пергамента Он держал его подальше от себя и прочёл имя, написанное на нем После долгого молчания Дамболдер держал в руки клочок бумаги, когда все в зале смотрели на него Это было настолько шокирующе, что были выбраны три воина и почему появился ещё один Давай Иван сосредоточился на Дамболдере и Барти Краучи-младшем Через несколько секунд Дамболдер молча прочищает горло и читает вслух Рону Изли, что Рон был чемпионом, как такое возможно Голова Ивана опустела, разве это не должен был быть Гарри? Все снова изменилось Какой заговор вылупился Барти Крауч? Он резко посмотрел на Рона, и все остальные поворачивали головы, чтобы тоже посмотреть Ими Рона появилась искупка огня, что было более удивительно, чем то, что Иван сам стал воином Рон выглядел испуганным, когда сидел там, чувствуя, что ему приснился сон Неужели он ошибся? Он действительно стал воином После короткого промежутка появился своего рода экстаз Он выглядел взволнованным, но улыбки не было Аплодисментов не было, и жужжащий звук начал заполнять зал, как будто миллион разгневанных пчел улюлюкали Некоторые из студентов также встали, чтобы лучше рассмотреть Рона Рон стоял во внимании, его лицо постепенно замерло, как вдруг он стал перегружен Его лицо покраснело Иди в ту комнату Иван шептал, нежно подталкивая Рона Он посмотрел на Коризиса, который слегка покачал головой, казалось бы, одинаково удивленный результатом Что бы ни случилось, Рон стал чемпионом Он услышал предупреждение Ивана и попытался пройти в комнату в верхней части зала, но физически не мог двигаться Профессор Макганагал встала из-за стола и прошла мимо профессора Люда Быгмана и профессора Каркарова Она охотно шептала на ухо профессору Дамбулдару, который слушал с легким хмурым взглядом В качестве почетного гостя профессор Дамбулдар выпрямился и кивнул профессору Макганагалу Рону Изли Он снова закричал Рон, пожалуйста, иди сюда Вперед, Гермиона прошептала, нежно подталкивая Рона Вперед, Гарри сказал Рон встал и наступил на подол мантили, случайно упав на землю С помощью нескольких людей вокруг него он неуклюже встал на ноги, смутившись Рон спустился вниз по проходу между столами Гриффиндора и Пуффиндуя с сотнями глаз устремленных на него Неловкие препирательства становились все громче, а атмосфера в зрительном зале становилась все более странной Они безразлично смотрели на уход Рона, его лицо было наполнено безудержным гневом Но никто не остановил Рона, и все избегали его, как чума, с выражением, которое, казалось, что-то не так Хорошо Рону Изли, к этой двери Дамбулдар сказал, никакой улыбки на его лице не было Рон смотрел вперед на Дамбулдара, словно чтобы получить ответ Но выражение Дамбулдара было необычайно серьезным, чего он никогда не видел раньше, и казалось, что даже пламя вокруг него замерло Через несколько секунд Рон медленно кивнул, казалось бы, что-то понял, а затем споткнулся о стол факультета Он вошел в комнату, за которым последовали остальные участники основного стола Дамбулдар, Каркаров, Максим, Люда Багман, Барти Крауч, а также профессора Макганагал и Снейп Профессор Макганагал отправила всех обратно в спальне, и вечеринка закончилась Студенты долго не уходили, но внезапно вспыхнули Ссоры и шум почти мгновенно опрокинули потолок, и все разозлились Как Рон может быть чемпионом? Гарри не мог в это поверить Он был с нами весь день, у него не было возможности кинуть свое имя в кубок огня Гермиона нахмурилась Очевидно, что есть заговор Иван сказал, интересно, пройдет ли Рон когда-нибудь мимо этих опасных предметов В его сознании не было никакого сомнения, что Барти Крауч младший сделал Рона воином Черт, какой заговор он устраивает Рон и Гарри были разными Гарри очень храбрый, был хорош в реальных сражениях И помощь Дамбулдара, возможность пробиться в тройку лучших Рон, однако, Иван вздохнул, не зная, как помочь Рону и удержать его с этой ужасной силой до конца Глава 557 Рон не вписывал свое имя в кубок Сказала Гермиона Не обязательно он мог записать свое имя в кубок прошлой ночью, чтобы никто не нашел его Да, что он сделал? Гермиона резко сказала, сердито глядя на Гарри Он никак не мог прорваться через магические ограничения Дамбулдара Возможно, он уже давно продумал метод Ивана Трудно сказать Гарри сказал нерешительно, защищаясь от взгляда Гермионы Хотя разум подсказывал ему, что он должен доверять Рону Он все еще чувствовал себя немного неловко в эмоциональном плане Он испытывал необъяснимое чувство предательства при мысли о том, что Рон станет чемпионом Я не думаю, что Рон будет настолько умен Иван прав, это заговор, и мы должны объяснить ему это Гермиона быстро сказала Она приняла решение, подхватила Ивана и Гарри и побежала к трибуне Отдельный коризис профессора Грюм все еще был там, и это был их единственный шанс помощь Рону Не важно, что Гермиона обычно припиралась с Роном Она первой бросалась на помощь, когда это было важно Чтобы доказать невиновность своего друга, Гермиона была именно таким человеком Профессор Рон был с нами весь день, он не мог вписать свое имя в кубок С тревогой сказала Гермиона Грюм сделал глоток своего напитка и еще один Обычный глаз был прикован к Гермионе, но магический глаз был прикован к Ивану Судя по выражению его лица, ему было все равно, станет Рон воином или нет Мисс Гринджер, пожалуйста, поймите, что это имя было выплюнуто из кубка огня Что означает, что мистер Уизли заключил с ним контракт Это очень мощный магический контракт Никто не может его сломать, он должен участвовать Холодно сказал Грюм, но, профессор, это не Рон вписал туда свое имя Дело не в этом, нам просто нужно знать Профессор, это явно заговор, и кто-то пытается подставить Рона Иван прервал его, бросив взгляд на Грюма Я думаю, что мы должны пойти туда и остановить это Или, по крайней мере, мы должны убедить людей принять эту реальность Увидев взгляд Ивана, Грюм неохотно кивнул и скованно двинулся вперед Хорошо, тогда вы трое заходите со мной и помогите мистеру Уизли доказать это Он сказал жестоко Иван, Гарри и Гермиона последовали за Грюм и подошли к двери в зале Они вошли внутрь В комнате Дамбулдор допрашивал Рона, и дебаты продолжались Рон совершенно не знал о шести богах, и даже вся фраза была сказана против него Снейп, стоявший на дальней стороне, повернул голову и хмуро посмотрел на них Увидев Грюма, он ничего не сказал, но выражение его лица стало еще более отвратительным Грюм уже собирался прямо высказать свое мнение, когда Иван легонько потянул его за руку, чтобы он услышал его первым Вы явно ошибаетесь Сидя у огня, Флёр подняла подбородок и с презрением посмотрела на Рона Она с гордостью сказала Он не может участвовать, он слишком молод Я знаю, что в Хагвартсе очень сильные юные волшебники, но явно не он Да, это впечатляет, Люда Быгман повернул свой гладкий подбородок и улыбнулся Рону Казалось, он что-то задумал, но, как вы знаете, возрастной ценз это дополнительная защита Эта мера была введена только в этом году Поскольку его имя извергалось искупка, я решил, что раз уж дело дошло до этого, я не дам ему уйти Правила четко прописаны Воины должны подчиняться, и Рон должен сделать все, что в его силах Это смешно, это смешно Леди Максим прервала Быгмана, ее красивая голова почти касалась люстры, наполненной свечами Ее огромные груди в черном атласном платье яростно вздымались Она сердито сказала Дамбулдар, что это значит? Я думала, что мы четко прописали это в правилах Чтобы избежать подобного, мы сделали акцент на том, что к участию не допускаются молодые волшебники, не достигшие совершеннолетия Но Хагвартс все равно его впихнул Я бы тоже хотел это знать, Дамбулдар Каркаров сказал, усмехаясь, а его голубые глаза были холодны, как лед В Хагвартсе есть два воина, а у меня нет Помню, мне сказали, что в принимающей школе было два воина Неужели я не могу внимательно прочитать устав? Он быстро рассмеялся, его голос был жестким Это невозможно Леди Максим сказала, ее большая рука, усыпанная множеством богато украшенных опалов, легла на плечо флер В Хагвартсе не может быть двух воинов Это было несправедливо В прошлый раз это был Иван Мэйсон И в этот раз снова, Хагвартс неоднократно бросал вызов Шармбатону И вы должны дать объяснение Дормстранг тоже нуждается в объяснении У нас сложилось впечатление, что ваша возрастная линия была предназначена для того, чтобы исключить участников, которые не были достаточно взрослыми Дамбулдор Каркаров сказал, на его лице все еще была холодная улыбка, а холод в его глазах становился все глубже Я помню, что вы говорили именно об этом, иначе мы бы привели в школу больше кандидатов Пожалуйста, не волнуйтесь, мы все объясним Дамбулдор мягко сказал, повернув голову, чтобы посмотреть на Рона, который был в ужасе Мистер Уизли, вы вписали свое имя в кубок? Нет Рон резко покачал головой Ну, ты попросил кого-нибудь из своих старших одноклассников вписать твое имя в кубок за тебя? Дамбулдор продолжил Нет, нет Рон колебался и только заикался Он лжет Воскликнула леди Максим Я не лгу Я знал метод от Ивана, но у меня, у меня не было шансов Рон вздохнул Мы пошли к Хагриду Я не вписывал свое имя в кубок огня Иван Все были ошеломлены Иван Мэйсон Затем все взгляды обратились к Ивану, который только что вошел Иван смотрел на них без выражения, и наконец его взгляд остановился на Барти Крауче, который стоял у огня Он стоял с протянутой рукой, и его тень вытягивалась в свете костра Дамбулдор Я помню, как вы говорили, что ваша магия непогрешима Каркаров усмехнулся Теперь ее сломал ребенок, что очень интересно Совершенно очевидно, что произошло Во всем виноваты только Уизли и Мэйсон Каркаров Снейп прошептал, в его черных глазах сверкнула враждебность Уизли, с его пустой головой, очевидно, не мог об этом думать Но не наш всезнайка, он всегда был умным Слишком умным С тех пор, как он поступил в школу, он постоянно нарушает школьные правила Я полагаю, что это дело, в котором должен принять участие наш спаситель, было выбрано им Нет, мы не вписывали свои имена в кубок огня Воскликнул Гарри, сердито глядя на Снейпа Трудно сказать, ты знаешь метод, не так ли, если хочешь, я проверю Северус Дамбулдор сказал Снейп закрыл рот, но его глаза по-прежнему злобно светились сквозь жирные черные волосы Глава 558 Это моя небрежность Я должен был придумать более действенные меры, сказал Дамбулдор Вы признаете это? Похоже, мальчик обошел старшекурсников и помог им вписать свое имя в огненный кубок Каркаров злобным голосом сказал Это серьезное нарушение правил Хагвардс жульничает Я не жульничал Пробормотал Рон, и в его лице не было ни капли бледной крови Я не жульничал Мистер Уизли этого не делал Сердито сказала профессор Макганагал Она сердито посмотрел на профессора Снейпа Мы должны ему верить Он не уговаривал старшекурсников в помощь ему в этом Это можно выяснить Рон весь день был с нами, у Хагрида Быстро сказала Гермиона Мы можем доказать, что он не вписывал свое имя в кубок Крикнул Гарри Да, и я не думаю, что я совершил бы эту ошибку Я выбрал двух воинов из одной школы И вон сказал Это заговор Что ты имеешь в виду? Все посмотрели на него и, кажется, поняли Как вы все знаете, кубок огня Это магический предмет с очень сильным заклинанием И вон сказал Я хочу ослепить его, чтобы он забыл Что только три школы участвуют в турнире И нуждался в особо сильном заклинании Или другой черной магии Если я хочу это провернуть То кто-то должен сообщить Эмирона Как ученика четвертой школы Чтобы убедиться, что он единственный человек в школе Услышав Ивана, все задумались и стали размышлять о возможности подобного Нелепость Сказал Каркаров Идея просто причудливая То есть мальчик положил свое имя в кубок огня А потом кубок ослеп и выплюнул его имя Невозможно, с кубком нет никаких проблем, Каркаров Беспокойно сказал Людобыгмин Мы уже проверяли, не так ли, Барти? Я отвечал за проверку Скучным голосом сказал Крауч Он стоял возле огня Половина его лица была скрыта в тени А морщинистая кожа была белой, как бумага Ты сомневаешься во мне, Каркаров? Спросил он Конечно, нет, я в вас не сомневаюсь Каркаров сделал шаг назад и очень испуганно посмотрел на Крауча Он сказал вкратчивым голосом Но вы определенно считаете, что это очень неуместная вещь Да, не так ли? Багмин не ответил Вытер круглое детское лицо носовым платком и посмотрел на мистера Крауча Нет ничего разумного или неразумного Мы должны соблюдать устав В уставе четко сказано, что тот, кого имя вылетит из чаши пламени Должен участвовать в кубке трех волшебников Крауч не смотрел на всех Он уставился на что-то, о чем он думает На несколько секунд Ивану даже показалось, что он упадет в пламя Барти перевернул правило обратно Сказал Багмин Его лицо было полно улыбок Он оглянулся на Каркарова и мадам Максим И, казалось, все разрешилось благополучно Нет, я настоял на том, чтобы остальные мои ученики прошли проверку снова Лицо Каркарова было уродливым Он перестал смотреть на Крауча рядом с пламенем Но повернулся и вопросительно посмотрел на Дамблдора Вы должны Кубок огня изменился, и мы должны добавить в него имена Пока каждая школа не выпустит по два чемпиона Это справедливо, Дамблдор Боюсь, это не удастся сделать, Каркаров Багмин нахмурился и сказал, вытирая пальцы носовым платком Вы же знаете, кубок только что погас и не загорится вновь лишь к следующей церемонии В следующей церемонии Думстранг не будет участвовать Каркаров был в ярости Мы провели столько встреч После стольких переговоров и уговоров я не ожидал, что такое произойдет Я просто хочу уйти Иван подтолкнула Грюма в спину, и он вышел Если он продолжит в том же духе, все может рухнуть Среди людей, кроме Грюма, никто не сможет успокоить Кокарова Угроза блефа, Каркаров Тут же закричал Грюм, его голос звучал громче, чем у Каркарова, пугая всех до дрожи Ты не можешь позволить своему воину уйти сейчас Он должен участвовать в игре Они все должны участвовать в турнире Они связаны магическим контрактом Это хорошо для тебя, не так ли? Прихрамывая, Грюм прошел в центр, закрывая собой Рона, и уставился на Каркарова Под его взглядом выражение лица Каркарова стало крайне уродливым Выгодно Сердито сказал он Боюсь, я не понимаю, что вы имеете в виду, Грюм Видно было, что он старался придать своему тону несколько небрежный вид, как будто пренебрегал словами Грюма Однако его руки обнажили сердце, и они непроизвольно сжались в кулаки Да, мягко сказал Грюм Все очень просто, Каркаров Как сказал Иван, кто-то поместил имя Уизли в кубок Он знает, что если имя будет выброшено, то в турнире должен участвовать этот слабый ребенок Очевидно, этот человек хочет дать Хагвартсу два шанса Сказала мадам Максим Я согласен с вами, госпожа Максим Сказал Каркаров Поклонившись ей, я хочу подать жалобу в Министерство магии и Международную федерацию волшебников Хватит, если есть повод для жалобы, то это Уизли Грюм сказал грубым голосом Но я не слышал, чтобы он сказал хоть слово Почему он должен жаловаться? Не удержался Каркаров и сердито прищурился У него есть возможность участвовать в турнире, не так ли? Мы уже несколько недель полны надежд, что нас выберут Мы завоюем славу для нашей школы А еще есть тысяча галлеонов бонусов О такой возможности мечтают многие, и наша школа прошла строгий отбор Может, кто-то надеется, что Уизли победит, сказал Грюм с нотками рыка в голосе После его слов воцарилась напряженная тишина Людобыгмин выглядел очень встревоженным, а его тело дрожало вверх-вниз Грюм, старик, как ты можешь так говорить? Мы все знаем, что если профессор Грюм не найдет шесть человек, пытающихся убить его до обеда То он считает, что утро прошло впустую Каркаров громко сказал Очевидно, он также учит своих студентов быть подозрительными Старина Я думаю, что кто-то собирается убить меня самого Как преподаватель класса защиты от темных искусств Это качество действительно редкое, Дамблдор Но, несомненно, у вас есть свои соображения Глава 559 Я что-то говорю не так? Крикнул Грюм Тогда вы можете опровергнуть то, что только что сказал Иван Я могу это понять? Похоже, у вас есть большой опыт в этом вопросе Холодно, сказал Каркаров Вы, Иван Мэйсон и этот мальчик Вы, очевидно, очень опытны в таких делах Умелый, и если кто и запутал кубок, то это сделали вы Если бы я это сделал, я бы сделал Ивана воином Ни один маленький волшебник здесь не сравнится с ним Он бы выиграл турнир Грюм ответил А ты бы не стал? Иначе вы бы не стали специально ограничить его участие Это подлый акт трусости Каркаров и миссис Максим ничего не сказали Опровергнуть Грюма было невозможно Они оба знали, на что способен Иван После чемпионата мира Иван стал очень известен в европейском магическом сообществе Если бы ученик из их школы смог победить Ивана Им не пришлось бы ограничивать турнир По сравнению с Иваном, Рон был сущим пустяком Все могли почувствовать в нем мизерное количество магической силы Как сказал Снейп, у мальчика была пустая голова и он был полным идиотом Даже сам Каркаров не верил, что Рон сможет пережить турнир трех волшебников Превращение Уизли в воина может показаться безобидным действием, которое будет полезно для Хагворца Но не забывайте, что есть люди, которые будут использовать простые и безобидные действия в своих интересах Грюм сказал угрожающим тоном Это моя работа, обдумывать все так, как хочет темный волшебник Каркаров Разве ты не забыл? Аластер Дамболдер предупредил Грюм ничего не сказал, но все еще обиженно смотрел на Каркарова Лицо Каркарова было красным, как огонь, и он не осмеливался взглянуть на него Смысла спорить нет Мы должны следовать правилам Мягко сказал мистер Крауч, наконец-то придя к решению по этому вопросу Но, госпожа Максим, если у вас есть другой способ, мы готовы выслушать Сказал мистер Крауч, выходя на середину комнаты и настороженно глядя на Рона, его взгляд был холодным Мальчик должен играть, а министерство даст разумное письменное объяснение министерству магии обеих стран по этому вопросу Спасибо, Барти Дамболдер кивнул мистеру Краучу Он обратился ко всем собравшимся в комнате Как это произошло, мы не знаем Но мне кажется, что у нас нет другого выбора, кроме как признать, что Седрик и Рон были выбраны для участия в турнире Госпожа Максим ничего не сказала, ее глаза сузились На лице Снепа также появилось сердитое выражение, и Каркаров замер Бэгман, однако, был очень взволнован Иван вздохнул и внимательно выслушал решение вопроса Затем на выступление Барти Крауча Он снова посмотрел на мистера Крауча, стройное тело которого выглядело крайне странно Крауч смотрел на Гарри и заметил взгляд Ивана Он повернул голову, чтобы посмотреть на Ивана Это был первый раз, когда они посмотрели друг на друга Оба мужчины не отводили глаз и, казалось, хотели прожечь друг друга Иван не знал, что он увидел в его глазах, но в его холодном взгляде Иван увидел безумие и ненависть Он выглядел так, словно хотел вытащить свою палочку и убить всех присутствующих Иван ясно чувствовал, что этот парень сумасшедший, очень опасный террорист У него было такое выражение лица Это выражение прошло в мгновение ока, и в мгновение ока Крауч стал прежним Ну что, приступим, сказал Бэгман, потирая руки и улыбаясь, оглядывая комнату Нужно дать нашим воинам руководство, не так ли, эти три чемпиона? Пусть они остаются здесь, нечего хранить это в тайне, мистер Крауч сказал Итак, слушайте, воины, первый пункт, проверка ваших сил Бэгман обратился к Рону, Седрику, Флёре и Виктору Так что мы не будем говорить вам, ребята, что это Смелость смотреть в лицо неизвестному очень важна Это важное качество волшебника, и я надеюсь, что вы это понимаете Первое мероприятие состоится 24 ноября, когда будут присутствовать другие студенты и судьи Когда турнир закончится, воины не могут просить или получать какую-либо помощь от своих учителей Когда воины столкнутся с первым раундом испытаний, единственным оружием в их руках будут их палочки После первого события они поймут, что будет во втором событии Поскольку соревнования настолько сложные и длительные, воины не будут сдавать экзамен в учебном году Бэгман закончил речь, вытер под солба и повернул голову, чтобы посмотреть на Крауча Это должно быть так Есть ли у вас какие-либо дополнительные потребности? Крауч покачал головой и вернулся на свое место перед огнем, похоже, очарованный им Ты уверен, что не хочешь остаться в Хагвартсе на ночь, Барти? Дамбулдор сказал, глядя на мистера Крауча с некоторой озабоченностью Да, Дамбулдор, я должен вернуться, сказал мистер Крауч Вы знаете, сейчас очень напряженно и трудно Я должен написать отчет об этом вечере Письменный отчет был отправлен Фаджо Я назначил молодого УСБ ответственным за многие вещи на это время, и он очень хорошо справляется, но, по правде говоря, немного слишком Так ты хотя бы собираешься выпить, Дамбулдор сказал Давай, Барти, я останусь здесь и не уйду Богман сказал с энтузиазмом Наконец-то это происходит в Хагвартсе, и да, это гораздо веселее, чем в офисе Я не согласен, Люда Я тоже не могу здесь оставаться, сказал Крауч со своим обычным нетерпением в тоне Мне пора идти, меня ждет много дел Он сказал, сразу же повернулся и вышел из комнаты Снейб последовал за ним, провожая его взглядом Глядя на его спину, Иван быстро соображал Если бы за него выдавал себя Барти Крауч младший, то он вскоре показал бы свое лицо и не ушел Только что состоявшееся обсуждение продолжалось бы еще долго Казалось, он торопился уехать из Хагвартса Крауч не был грюмом, он не мог пить из собственной бутылки Если бы он долго разговаривал с Дамболдером, у него не было бы времени пронести оборотное зелье В любом случае, здесь все было кончено Хотя он не знал, что тот замышляет Рон с его помощью стал воином, а с остальным справится Корризис Если бы он помогал Рону, как грюм, это не вызвало бы подозрений Младшему Барти Краучу не нужно было рисковать жизнью, чтобы остаться в школе Достаточно было просто появиться в последний момент Но когда он подумал о безумном блеске в глазах другого мужчины Иван почувствовал, что все будет не так просто Профессор Каркаров, леди Максим, выпьем перед сном? Дамболдер сказал Леди Максим проигнорировала его Она потерлась о плечо флёр и вывела ее из комнаты Пока они шли к аудитории, они быстро говорили что-то по-французски Их лица выглядели не очень хорошо Каркаров сделал то же самое и прошел с Крамом Крам поднял голову и выпил небольшую бутылочку питательного раствора Он надулся и ушел с Каркаровым, не сказав ни слова Глава 560 Когда толпа ушла, в комнате внезапно стало холодно Рон, Седрик, Иван, Гарри и Гермиона Я предлагаю вам всем вернуться в постель, Дамболдер сказал, улыбаясь им пятерым Я уверен, что студенты Гриффиндера и Хаффлпафа ждут, чтобы отпраздновать вместе с вами У них есть повод поднять шумиху, и очень жаль лишать их этой возможности Иван вернул свой взгляд и посмотрел на Дамболдера Ему было интересно, что он узнал Он не думал, что получит ответ, но вдруг увидел, что Дамболдер улыбается про себя Дамболдер поспешно кивнул Ивану, и улыбка показалась ему особенно многозначительной Сегодня все было так странно, матч начался, и неизвестно, кто будет смеяться последним Когда они вытащили почти обезумевшего Рона из комнаты, то обнаружили, что зал пуст Пламя свечи было уже слабым, отчего улыбающиеся лица тыквенных огоньков мерцали Уизли, я не думал, что ты тоже воин Седрик сказал неохотно, протягивая руку Рону Но в любом случае, теперь мы представляем Хагвартс, даже если ты мой противник Есть только один человек, который может представлять Хагвартс И я выиграю тебя, и я докажу, что я настоящий воин Воскликнул Рон Он не пожал руку Седрику, оставив другого человека стоять так неловко Теперь Рон выглядел параноиком, а после того, как огромное давление прошло, наступил экстаз В его голове царил беспорядок, и у него была только одна мысль Его статус воина был признан Министерством магии и школой, и его мечта стала реальностью Он был воином в Хагвартсе, настоящим чемпионом От волнения лицо Рона покраснело, а все его тело слегка дрожало Ну, до свидания Холодно сказал Седрик, убирая правую руку Несколько человек быстро разошлись, и Иван, Гарри, Рон и Гермиона спустились по лестнице к помещению Гриффиндера Я стал воином, я воин, я воин Хагвартса Пробормотал Рон Иван, Гарри и Гермиона обменялись взглядами и обеспокоенно посмотрели на Рона Рон, ты не должен разговаривать с Седриком Гарри колебался на самом деле, он очень милый Ну что я могу сказать, мы теперь соперники, а этот маленький белый парень даже не знает меня Рон сказал Мы с ним товарищи, но есть только один чемпион Хагвартса, не так ли? Так-то оно так, но, Гарри сделал паузу и продолжил Хорошо, расскажи нам, как ты поместил свое имя в Кубок Огня Это было так, как сказал Иван Я не делал этого, я не вписывал свое имя в Кубок Огня Как бы я ни хотел, у меня не было возможности Мы весь день были у Хагрида Рон хрюкнул и сердито сказал Вы, ребята, разве не доверяете мне? Не глупи, конечно, мы тебе верим Иначе мы бы не смогли уговорить профессора Грюма помощь тебе Иван ответил подсознательно Он все еще размышлял над тем, почему Барти Крауч-младший выбрал Рона Что это была за затея? Вся история и будущее так сильно отошли на второй план с тех пор, как Рон стал воином Многое нужно было отменить и поднять на новый уровень Я бы тоже хотел верить тебе, Рон Сказал Гарри, хотя в это очень трудно поверить Ну, вы трое Вопрос не в том, является ли Рон воином или нет А в том, кого следует рассматривать, чтобы вписать его имя в Кубок Огня Гермиона нахмурилась Кто бы он ни был, он явно помогает мне, не так ли? Сказал Рон с улыбкой Разве ты не слышал, что сказали Иван и профессор Грюм? Брови Гермионы снова поднялись, а голос стал высоким Этот человек пытался убить тебя Убить меня? Рон хмыкнул, несколько недоверчиво Все профессора говорят, что три следующих этапа по турниру очень опасны Это не то, с чем мы можем справиться Ты, наверное, умрешь там, Рон Обеспокоенно сказала Гермиона Ты не такой сильный, как Иван Что ты делаешь? Рон прервал Гермиону Я стал чемпионом Ты должна поздравлять меня, а не отговаривать Атмосфера была несколько приглушенной, когда его взгляд остановился на Иване, Гарри и Гермионе Поздравляю Гермиона сказала странным тоном, удивленно глядя на Рона Ты злишься, это нехорошо Я знаю, ты всегда считала, что я не лучше Ивана, не лучше Гарри или даже тебя Воскликнул Рон, снова прерывая Гермиону Улыбка на его лице померкла Но теперь я чемпион, а не ты И этого достаточно, чтобы доказать все, не так ли? Наступило молчание Гермион оказалась ошеломленной словами Рона Иван знал, что Рон слишком долго подавлял эго Он был ошеломлен экстазом воинов Если вам будет что сказать завтра, или если вы сообщите ему о первом этапе Я уверен, что он станет трезвым Иван осторожно взял маленькую руку Гермиона и жестом попросил ее не продолжать Гарри хотел сказать что-то еще, но он стоял перед портретом толстой дамы Толстая леди была не одна в своей картинной раме Иван увидел, что сморщенная ведьма, появившаяся в комнате внизу, самодовольно сидит рядом с Толстухой Должно быть, она торопилась Каждая картина на краю семилестничных пролетов была создана для того, чтобы попасть сюда раньше их И она, и Толстуха смотрели на Рона с интересом и улыбкой на лице Так, так, так Толстая дама сказала Виолетта только что мне рассказали, кого только что выбрали воинам школы Чушь с облегчением сказала Гермиона, которая тоже была зла Я знала это раньше, поэтому не стал идти туда и объяснять это Рону Абсолютно нет, я видела это своими глазами Бледная ведьма сказала Нет, нет, Виолетта Это пароль Толстая женщина сказала успокаивающе Затем она пихнула ее вперед и пропустила их в общую комнату Когда портрет был открыт, внезапный храп, заполнивший их уши, был оглушительным Казалось, все собирались это сделать Они были озабочены этим местом Около дюжины рук разом протянули руки и впихнули Рона в общий зал Внутри были ученики факультета Гриффиндер Все они кричали, ликовали и свистели Глава 561 Браво, Рон Молодец Ты, парень, должен был сказать нам, что ты записался Крикнул Фред Он выглядел наполовину раздраженным и наполовину взволнованным С восторгом голосом глядя через плечо Рона Я никогда не думал, что наш младший брат станет воином Хагвартса Джордж сказал Я написал, чтобы рассказать об этом маме Она разрыдается от восторга Дженни улыбнулась и подошла Они все смеялись, приседая и прыгая вокруг Рона Даже если я не смогу, по крайней мере, я Гриффиндерец Анджела тоже обернулась Мы приготовили немного еды, Рон, иди поешь Все праздновали, как будто это было что-то невероятное Да, если не сами, то, по крайней мере, они были членами Гриффиндера Слава Анджелы затронули сердце каждого После первоначального шока все они приняли тот факт, что Рон стал воином Как бы шокирующе это ни было Это было хорошо, не так ли? У Гриффиндера был свой воин, и все праздновали и упивались славой всех гриффиндерцев Лид Джордан сорвал флаг Гриффиндера и обернул его вокруг Рона, как плащ Толпа придвинулась к нему ближе, окружая его и пихая в его руки бутерброды, крекеры, арахис и другие предметы Казалось, все потеряли всякий рассудок и впали в безумие Все спрашивали Рона, желая узнать, как ему это удалось, как он обманул возрастную линию Дамболдера и бросил свое имя в пылающий кубок Поздравления и празднования были в изобилии, так как Рон впервые стал центром внимания Сначала ему было непривычно, но вскоре он освоился и ему понравилось Он начал хвастаться и говорить об этом с другими Конечно, большинство из них говорили об этом Он не знал, как стал воином, но это не мешало ему быстро смириться с изменением статуса и наслаждаться тщеславием, связанным с ролью воина Гермиона на мгновение сердита уставилась на них, очень расстроенная выступлением Рона Она не стала присоединяться к празднику и сразу же повернула обратно в свою спальню Иван последовал ее примеру, все еще раздумывая над этим Праздник на улице продолжался очень долго и не прекращался до полуночи Когда профессор Макганагалл пришла, чтобы положить этому конец, все снова легли спать На следующее утро Иван встал с постели Он увидел Колина, сидящего с двумя большими черными глазами, одетого в свою школьную мантию Прошлая ночь была потрясающей Я не могу поверить в это до сих пор Рон будет воином Он зевнул, под его глазами залегли две глубокие тени Я сделал все фотографии Через некоторое время я отправлю их профессору Люпину И это наверняка станет сенсацией Кстати, думаю, мне стоит попросить Рона фотографию с автографом Мой брат хочет их коллекционировать Да, я не думал, что это будет Рон Иван сказал, он всегда думал, что это будет Гарри Войдя в аудиторию, они увидели, что все обсуждают то, что произошло прошлой ночью Гарри и Рон еще не пришли, а Гермиона заняла свое место раньше Что это за люди? Недовольно сказала Гермиона, указывая на то, что Иван смотрит на другие столы Пуфиндуй, как Теврон и Слизерин с подозрением смотрели на длинный гриффиндерский стол с выражением презрения на лице, и все шептали смотря в основном на них Все внимание было сосредоточено на Иване и Гермионе Глядя на них, Иван, словно в недоумении, помог Рону стать воином Но никто не осмелился посмотреть на Ивана И увидев, что Иван повернул назад, все опустили глаза Эти люди указывали на меня сегодня утром Сказала Гермиона Похоже, я тоже воин Неудивительно, что все знали, что Иван, Гарри и Гермиона были лучшими друзьями Рона и ходили вместе Рон и Седрик, спросил Иван, беря себе кусок хлеба Пока нет, все ждут их, Гермиона ответила Я думала об этом прошлой ночью То, что это так странно Кто захочет подставить Рона Просто так, если это был ты Или Гарри, насколько это имеет смысл Действительно, их нынешним врагом был младший Барти Крауч, прятавшийся в тени В Оланди Марту нужна была кровь Гарри, чтобы восстановить свою силу Ему нужен был кто-то, кто привел бы Гарри к нему Коризис подтвердил это, и превращение Гарри в воина должно было стать их лучшим шансом на успех Но что такое ему нужно, что он сделал кандидатом Рона Что касается самого Ивана, то нет смысла делать его воином Эти три пункта не составили бы для него труда Рон не понимает всей серьезности вопроса Он все еще злорадствует там Гермиона сказала серьезным тоном Я думаю, что мы должны написать и рассказать об этом Сириусу Возможно, он сможет дать нам какой-нибудь совет Ты могла бы попросить Гарри написать, сказал Иван Он действительно хотел услышать совет Сириуса Учитывая нынешний статус Сириуса как Аврора, он должен был знать многое У него может быть информация, которую они не знали, например, о Барти Крауче Если бы не Перси, он бы точно ничего не сказал Иван даже хотел написать Перси и спросить о Крауче В этот момент в зал вошел Рон, а за ним Гарри, Фред, Джордж и остальные Длинный гриффиндерский стол восторженно аплодировал, в то время как соответствующие ученики трех других факультетов освистывали его Как насчет прогуляться с нами? Сказала Гермиона, держа стопку хлеба в салфетке Зачем гулять? Здесь такая приятная атмосфера, не правда ли? Сказал Рон, садясь на свое место Он был в очень хорошем настроении и высокомерен Судя по его виду, он думал, что когда все привыкнут к нему, как к войну, ситуация улучшится Но Рон мог совершить большую ошибку Все, кроме студентов Гриффиндера, считали его в высшей степени бесчестным Излишне говорить, что у Слизерина было плохое отношение Самым удивительным было изменение в Пуффендуе В школе они всегда хорошо относились к гриффиндерцам Студенты Пуффендуя не любили быть в центре внимания А их способности и достижения были в целом средними В основном это были прилежные, но не успевающие ученики Формирующие характер Гриффиндера Явная взаимодополняемость Они не очень хорошо относятся к умным кактеврановцам И не хотят общаться со злобными слезеринцами Напротив, многие студенты Пуффендуя и Гриффиндера были хорошими друзьями Но сейчас все было совсем не так Они коллективно обходили всех студентов Гриффиндера Глава 562 Пуффендуй теперь очень недружелюбно относился ко всем студентам Гриффиндера Включая Рона Они были холодными и безжалостными И старались не разговаривать с учениками Гриффиндера Они увидели Рона в кампусе и просто развернулись и ушли Даже их декан, профессор Спраут, было того же мнения И одно занятие по травам было достаточным тому доказательством Это было вполне объяснимо Факультету Пуффендуй редко удостаивался похвалы или славы Седрик был одним из немногих, кто принес им славу Однажды он обыграл Гриффиндер в матче по квиддичу, что еще больше усилило их недовольство Они считали, что Рон украл славу, которая принадлежала им Что еще хуже, многие из них начали бросать злобные оскорбления в адрес Рона, как это делали слезеринцы Что касается как Теврона, то они поддерживали Рона не так сильно, как Седрика Хотя они оставались относительно рациональными и сдержанными, большинство студентов как Теврона, похоже, думали, что Рон своими уловками пробрался в кубок огня, бросил свое имя и не может дождаться, чтобы прославиться Собственно, как и Рон, который все еще злорадствовал по поводу того, что он воин Он не понимал, что в данный момент находится в плохом месте, точнее, выборочно игнорировал это В его сознании эти люди завидовали ему тому, что он был воином Теперь он был полностью погружен в свой статус воина, в великую славу, которую он принес, получая обожание других волшебников Гриффиндора, которые говорили о его вымышленном взломе магии Дамболдора и обмане кубка Он даже не слушал Ивана, Гарри или Гермиону и не думал о первой игре Это было очень плохо, не так ли? Ивану пришлось оставить убеждение Гарри и Гермионы, а на Рона он не стал тратить много сил Во время работы над мощным заклинанием тишины, которые он получил из остатков болота, он попал в затруднительное положение Он проводил много времени в библиотеке, просматривая различные старые книги заклинаний и сравнивая их с магическими символами, которые появлялись в заклинании